Мне хочется послушать доклад Александры, и дальше мы с ним договорились, что возможно обсуждение, ну, собственно, вот за этим, с этой актуальностью. Света. Меня зовут Светлана, я последнее время читаю мышление много, и у меня, так как собираюсь писать работу по мышлению, и у меня, собственно, тема такая, все-таки откуда берутся мысли. То есть я предполагаю, что если я это пойму, то я смогу управлять своим мышлением, собственно, идея в этом. Вот, если коротко так, а если потом в процессе, я, наверное, зову побольше. То есть ты собираешься поднять тему про мышление сегодня? Отлично. Меня зовут Илья. Вот так. Первое, это, да, пришел послушать доклад Александра, который пропал. Я здесь. Нет, нет, это у меня просто контакты, Александр не пропадал. Так, и второе у меня тема про намерение. Появились вопросы на эту тему, хотел бы их прояснить. Привет. Гена. Мой нейм из Геннадий. Ты у тебя показывать? В народу. Покажи меня. В народу. Привет. Меня зовут Геннадий. Я москвич, хотя много живу в Питере, поэтому прекрасно знаю, где Комарова. Там у меня семинары шли в свое время. А сегодня актуальной темой для меня является мышление все-таки. Значит, мы тут с Татьяной Изольдовной многократно слушали методологов, участвовали в предыгре недавно, в январе. И у нас с Татьяной некоторое недоумение, то есть о рефлексии мышления и сознании появилась какая-то путаница, если учитывать позицию методологов. Я пытаюсь разобраться, что же первично. Сознание, а мышление вторично, а, соответственно, рефлексия третично. Или, как методологи пытаются выставить мышление внешним относительно человека, процессом, а сознание внутренним. И вот это вот пока у меня не складывается, пытаюсь или уложить, или как-то интегрировать это. Вот на эту тему хотел бы... Ну, как раз прям про это и будет практически, да. Отлично. Поэтому я здесь. Александр, может, вы сейчас пару слов скажете в порядке представления, а потом другим людям, которые в интернете... Для меня это приглашение было неожиданным. Да, я с клубом не знаком, наверное, поэтому спасибо, что представились. Ваше видео подделось, оно должно быть? У кого-то включен микрофон громко. И поэтому Ирина Пасталенко... Пасталенко экран как раз выскакивает вместо моего. А вы, ну, вашего... А, сейчас я разверну. Сейчас, сейчас видно меня. В порядке, да, вас видно. Видно, да? Смотрите, значит, я, скажем так, занимаюсь исследованием когнитивной психологии. Последние, по крайней мере, лет 12. Начал я это делать на семинаре Татьяны Черниговской. У нас есть такой исследователь, достаточно известный. И на ее семинаре доклады делал и сотрудничал на психпаке по этим вопросам, по всем, вместе с группой Алахвердова. Там много-много... Да, с Игорем Михайловичем мы тоже, тесно, поэтому по этой теме, кстати, общались. У нас есть разногласия, но много чего у нас и схоже. По многому мои представления проистекают вот из этой школы, если так представляться. Татьяна Черниговская и Игорь Михайлович. Очень. Но при этом, я не свожу все к физике, хотя учился на физпаке первое образование. Второе образование все-таки я почти получил, не закончил. Философское, трудное было время, 90-е годы. И я размышляю о сознании все-таки с феноменологической точки зрения, пытаясь соединить это с теми объективными знаниями, которые дают психологу. Но, скажем так, мое увеличение во многом еще простекает, наверное, его... Мои позиции, вернее, мои исследования простекают из-за того, что в работе я занимаюсь искусственным интеллектом. Еще это накладывается сюда, чтобы вы понимали, откуда все мои такие воззрения. Причем это именно на практике, в бизнесе автоматизирую процессы за счет искусственного интеллекта. В общем, там все. Заменяю менеджеров, вот прям людей. Вот человек делал операцию, я подумал, ну, почему он ее делает? Почему он делает ее лучше, чем программа? А ну-ка, сделаю я программу, чтобы она делала это за него. И вот здесь мне приходится тоже сталкиваться с таким вопросом, как человек мыслит, почему он решил это решение принять, а не другое? И так далее. Вот это источник тоже, такой практический источник моих мыслей. Понятно. Спасибо. Ирина, скажите пару слов. Да, добрый день. Да, добрый день. Это я включала микрофон, влезая вперед. Значит, я Пасталенко Ирина. Я как раз из другого клуба, что говорится, из методологов, которые занимаются мышлением. По образовательной базе я психолог и занимаюсь исследованием мышления прямо с диплома в Московском университете. Поэтому психологическая школа у меня – школа Московского университета. Соответственно, с Татьяной Гисбург мы, как мне кажется, интересно и продуктивно дискутируем в этом году. Но по теме рефлексия, и это моделирование рефлексии производить на базе моделирования сознания или на базе моделирования мышления и деятельности. Ну, мышление в контексте методологическом все-таки, да? Да, да, в методологии. Я в методологическом. Да. Татьяна меня пригласила и рекомендовала вас, Александр Хомяков, Хамия, правильно читаю? Да, да, Хом. Как актуального исследователя сознания. Я при этом давно не следила за тем, что происходит в когнитивистике и в актуальных моделях сознания. Последнее моделирование, с которым я разбиралась, это Владимир Лефеев. Ну, это, соответственно, от 65-го до 20-го, поскольку в этом году он умер. Моделирование сознания я имею в виду. Ага. Все. Спасибо. Спасибо. А вот у вас две. Вы как бы с двух устройств слушаете нас, да? Таня, у меня к одному устройству подключено гаджет, который усиливает звук, чтобы я вас хорошо слышала. Ясно. А на другом устройстве я вижу экран, так чтобы вас хорошо видеть. Понятно. Но усилитель звука к нему не подключен, не подключается. Поэтому извините. Нет, не проблема. Думала, давать вам слово второй раз или нет. Нет, второй не надо. Второй не надо. Спасибо. Ладно, спасибо. Антон? Я Антон, специалист по IT, частый участник клуба и пришел сегодня послушать и обсуждать интересную тему. У тебя видео-то нету совсем? Ну, есть. Фотография красивее. Красивее? Да, мы соскучились. Ну, я, кстати, рад, что здесь есть представители компьютерной тематики. Это неожиданно и, с другой стороны, хорошо, потому что некоторые вещи, может быть, будут понятнее. Антон, а у тебя каникулы-то кончились? Каникулы? Какие? Ну, ты говорил, где-то я на каникулах, я в отпуске. А, да, кончились. Кончились. Уже неделю как кончились. Уже забыл. Да, за неделю столько произошло, что уже забыл, что были. И меня тут приглашали в компанию, которая тоже занимается разработкой искусственного интеллекта. Я вот пока не решился перейти туда. Ну, если нужны какие-то рекомендации или пояснения, могу потом дать. Спрашивайте, да. Спасибо. Я достаточно давно в этом. Ок. Благодарю. Полина там еще. Ну, видимо. Видимо. Да. Таня, конечно, хочет меня скорее выключить, но я здесь. Я сейчас в Колорадо Спрингс после 10 дней путешествия по паркам вернулась. До этого я участвовала в клубах вживую, первый раз в Зуме. Интересно вернуться в мыслительную деятельность. И из актуального сейчас у меня проблема осмысления опыта и решения, что дальше. Поэтому тема мышления и рефлексии. Хорошо. Давайте чуть-чуть практическое для себя найду. Все. Ок. Ну что, Александр, вам, наверное, слово для доклада. Да, давайте я включу экран. Я начну даже с такого, что, конечно, я не знал, что это настолько подготовленная публика. Это неожиданно для меня. Наталья меня не предупредила. Я сделал более такой упрощенный доклад. Сейчас, понимаешь, наверное, слишком упростил все. Но вот Наталья нашла меня по статьям на Академии. Такие более точные ссылки, экспериментальные и более логичные, четкие рассуждения. Подробные, вернее, так скажу. Сейчас я тоже пытаюсь быть логичным. Можно увидеть в Академии на моей... Ну, потом могу привести ссылку на моей странице. Там этому посвящены 8 статей. В октябре в Флинке выходит книга уже там с рецензией Елены Косилов, с которой мы вместе много чего обсуждали. Мне, кстати, интересно, что здесь занимается именно мышление, потому что сознание для меня это такой немножко уже пройденный этап. Я сейчас завершаю его как бы книгой. А сам занимаюсь как раз мышлением. И вот в Институте языкознания 12 ноября будет язык и искусственный интеллект конференции. Там у меня уже доклад о смыслах в искусственном интеллекте принятый. Так что, в общем-то, мы с вами где-то в одинаковом... Здесь многие промышления думают. Мы с вами где-то в одинаковом конвее. Это очень интересно. Ну, давайте уж, коль мы про сознание... Значит, сейчас пока про сознание. Еще раз. Может быть, чуть-чуть я упростил. Прошу прощения. Постараюсь быстро пройти, чтобы больше обсудить. Так, сейчас попробую показаться. Экран правильно. Гена, там тебе... Да, я запись делаю. У нас две части. Сначала немножко расскажу про природу сознания так, как я это сейчас понимаю. Не претендую пока на всякие истины. И вторая часть управления сознанием телом. Я немножко меньше ей уделил. Думаю, что будет приводить сознание. Еще раз. Моя точка зрения, наверное, будет, может быть, неожиданно. Я рассматриваю сознание как процесс некоторых. Сейчас сознание понимается, ну, очень по-разному. Много это обсуждали. От разлитого в мире сознания, там, от натуралистических всяких... До натуралистических типа пониманий, как бодрствования. Вот до сих пор читаю некоторые определения. Ну, человек проснулся, значит, уже это есть сознание. Он в сознании. И больше ничего. Как ни удивительно, самые точные определения я встречаю в юридической практике. По крайней мере, схожи с философскими определениями. Как человек, который может отдать отчет сам о своих действиях. То есть о себе. Это положение мне, конечно, не устраивало. Я пытался определить его каким-то образом, может быть, иначе. И в дальнейшем школа Алахвердова полностью ассоциирует сознание с мышлением, вниманием, восприятием. Оно считает его частью. То есть если человек проявит... Это вот просто бы... Я буквально много раз переспрашивал его учеников. В частности, Лера Картинская, мы много общаемся по этому поводу. Вот они считают, что, не знаю, там, гештальтные формы мышления – это сознательные формы мышления. Как будто бессознательные они невозможны. Хотя их же эксперименты показывают другое. Ну и, естественно, есть всякие, не буду повторять, известные, скажем так, философские теории, как рабочее пространство или теория Тонония интеграционная, где свойством сознания является просто сложность организации. То есть получается, что если я сделаю очень-очень сложную программу, то она апреле начнет обладать сознанием. Меня, естественно, все эти возможности не устраивали. Есть такое понятие теории слизи. Может быть, слышали, Средневековья так объясняли, лень. Вот они все похожи на этот термин, потому что в самом сознании они ничего не проясняют. Меня слышно? Все нормально? Для меня эти теории, которые здесь я очень кратко, конечно, перечислил, они ничего не проясняют в своем сознании, потому что для меня сознание, если я могу его определить как какой-то феномен, назвать его, значит, я могу его ощутить, оно является некоторым отдельным феноменом. Здесь я еще такое приведу, что сознание очень в мистику часто уходит, те, кто пытается его объяснить, так как оно кажется более глубоким мистическим объяснением. Я, наверное, буду все-таки простым и поверхностным таким объяснением пользоваться, но не обессудьте это для ясности. Здесь введу несколько цитат людей, которые, по-моему, были ближе всего в начале века к тому, что такое сознание. Ну, кроме этого, мне близко достаточно перцепция Канта и вообще Кантовское учение, наверное, в объективном феноменализме, который я отношу к объективному феноменализму. Мне ближе всего, из него я схожу, по крайней мере. Здесь видно, что сознание, вот эти ученые, больше всего обязательно приносят сознание субъекта. То есть при помощи сознания мы обнаружим в том числе себя, а не только осознаем мир. Да, есть гусарль, конечно же, и так далее, но все эти объяснения никак не поясняют нам структуру сознания. А что это за явление? А явление – это, по моим воззрениям, такие немножко отличные от того, с чем оно связано тесно. Во-первых, ну, в начале века, в конце даже 19 века уже было понятно, что существует бессознательное. Хотя точно бессознательное, наверное, определилось, как объективный процесс, какой-то процесс, который можно как-то определить. Я не буду здесь говорить об материализме, об объективизме, это неправильные тоже термины. Просто то, что можно определить, даже финально. Это процессы, которые происходят без осознания. Калитетная психология как раз выяснила, что без осознания происходит много чего. И даже все те процессы, с которыми ассоциируется сознание, восприятие, внимание, памяти, мышление, они могут протекать бессознательно. Имплицитное научение есть, есть слепота по невниманию, всякие опыты прайминга. Они показывают о том, что, в принципе, вы можете делать, решать задачи, даже, в общем-то, и не создавая, что вы решаете. То есть, ну, тот же инсайт возьмем. Для нас процесс сам, ну, трансидентен, будем так говорить. И логически чисто выходит, что если внимание возможно не осознавать или осознавать свою невнимательность, то значит, внимание все-таки это не есть сознание. Чисто логический аргумент. Вот. Поэтому хотелось найти, чем же является само сознание, как отдельный-отдельный процесс, неразлитое что-то, вообще все, да. Вот вижу яблоко, это тоже сознание. А яблоко вот отдельно, а сознание мое яблоко, это отдельно. Знаете, ну, достаточно долгих исследований вместе с коллегами и собственных. Основные отличия вывели следующее. Сознание отличается просто знанием о своем действии, знанием о том, что я чего-то знаю, и к нему можно вернуться. Когда я не осознаю, это не присутствует в поле моего вообще мира. Это отсутствует для меня. В своих работах я привожу, в общем, там, цитаты Нурковой, в НГУ есть такой исследователь, исследовательница, которая очень много про биографическую память пишет, именно как раз того, что это очень тесно связано с сознанием. Эпизодическая память иногда ее называют, но это немножко неправильный термин, автобиокалипический будет более точнее, потому что я помню последовательность своих действий. Я помню, когда я видел первый раз там то-то и то-то, когда я узнал об этом. То есть, если я узнал это отсознанно, значит, я вписал собственную биографию, придал этому событию маркер, собственно, я. Так я это называю. И это одно из важнейших отличий, на котором надо думать, что откуда она появляется, и что она значит. Воображение. К возможности переноса. Мы на семинарах Черниговской даже спорили с Зориной. Она очень отстаивает, вы знаете, то, что животные вообще могут в том числе считать, как мы выяснили образное мышление на самом деле, образный счет им действительно, не аналитический, а образный счет им присущ. Они могут отличать количество разное. Но вот единственное, о чем Зорина согласилась, что не могут, даже защищая очень животных, отношения людей, что они не могут это воображение. Они не могут переноситься из наличной ситуации здесь сейчас куда-либо. И вот это ключевая роль в этом переносе глаголов, я чуть позже поясню. Это является тоже одним из отличий, которые надо объяснить. Идея во времени. Вместе с переносом, вместе с воображением появляется идея времени. И отсюда идея смерти. То есть соединение я и времени появляется идея смерти, захоронение первыми признаками социального сознания. Чем отличается социальное, это индивидуальное, я чуть позже скажу. Вот эти три признака знания, воображения и времени являются отличительным признаком, которым надо объяснить. Других, ну, остальные там порождения артефактов, возможностей и так далее, они являются уже произвольными. И же это достигается. Что можно по этому поводу сказать? Вот здесь достаточно развернутая цитата Леонтьева. Вообще, в принципе, школа, деятельственная школа Леонтьева и вот в частности Гальперина, а вообще изначально Выгодский и Лурия для меня очень серьезные, такие базисные источники рассуждений, то, что они сделали. И сейчас я обучу некоторые мои мысли по философии и математике как раз тоже обоснованы их исследованиями. Это такая развернутая цитата, которая говорит о том, что сознание обязательно в картине мира включает самого себя. И это достаточно важная вещь, которая как раз, по моему мнению, и объясняет, что такое сознание, каким образом он возникает. Индивидуальное сознание, во многом дальше я скажу еще, оно возникло не сразу, только после социального, и возникло оно в благодаря письменности. То есть, когда человек увидел буквально в смысле, как он говорит, он стал видеть и самого себя, в том числе. И поэтому он мог сказать, я вижу дом. И вот в этом, в эксплицитном выражении, я вижу дом, как раз заключается то, что является в эксплицитном виде сознанием. Или, может быть, самосознанием. Я замечу сразу, я не различаю функционально сознание и самосознание. Они различаются только степенью свернутости. Я об этом чуть позже скажу. Итак, этот процесс, вот эта простая форма, простое выражение состоит из трех вещей. Дом, то есть, то, что я распознал, я распознал дом. Дальше я говорю о том, что я вижу дом. То есть, я распознал собственное действие по видению дома. И я поместил самого себя перед домом. То есть, сейчас, когда я написал «я вижу», я написал самого себя, уже выведя как бы его себя, я себя назвал и выделил. При этом, я сам по себе, который выделял, остался. Поэтому формула сознания выглядит так. Я знаю, что я вижу дом. А не просто «я вижу дом». То есть, нарратив обязательно предполагает автора. Даже если он вынесет за скобки. За кавычки в данном случае. И вот эта вот формула практически представляет, что я всегда знаю, я себя включаю в ситуацию, которую я распознал. Тем самым, кстати, формируется автобиографическая память. То есть, я сохраняю вокруг маркера, как на нить собственной жизни насаживаю события. Но для этого должна быть нить. В каждом событии я должен ее посадить на эту нить. Но в обыденном представлении сознание, конечно, свернет. Почему? Потому что мы, начиная где-то с четырех лет, это когда по моим воззрениям возникает такое сформированное сознание. Не будем говорить про протосознание, о котором Митцингер говорит. Это отдельно. А вот такое, сформированное при помощи языка, в данном случае, при помощи имени. Или шифтера «я», как говорит Яковсен. Мое собственное сознание, индивидуальное, оно повторяется ежеминутно. Мы создаем каждое действие, вы сейчас создаёте каждое мое предложение. И поэтому вы, конечно же, полностью эту развернутую эксплицированную форму не повторяете. Она свернута до выученного сознания, свернута до... Ну, вот Лори об этом очень много писал, в язык сознания. Там можно об этом подробнее сказать. Свернута до автоматизма. Но это не значит, что не активируется соответствующая структура, если так сказать, по Лори. Как это произошло? У меня отдельный доклад был на семинаре Черниговской как раз по происхождению. Достаточно разработанная целая статья по этому поводу. Я здесь скажу очень кратко и, наверное, может быть, не слишком очевидно для вас. Но вот отошлю потом, если надо, подробнее отвечать на вопросы. Во-первых, именование. Я думаю, что это возникло достаточно рано. Мы знаем, что Рубила возникала там 1-2 миллиона лет назад. Я думаю, что уже ему сопутствовал какой-то речевой артефакт. Потому что для того, чтобы видеть в гальке круглой что-то заостренное, надо было его уже вообразить. Так же, как сейчас, называя имя, в Малайзии местные аборигены воображают до сих пор вполне живо себе умерших родственников. Его надо было вообразить, чтобы Рубила надо было вообразить в гальке круглой, чтобы начать его колоть и желать его извлечь оттуда. То есть, именование – это такое достаточно базовое вещь. Потом, по многим трудам, не буду здесь перечислять, известно, что внутри таких социальных групп, как критинные животные, стадные и особенно обезьяны, которые отличаются в локализации активной, очень важно было не личные морфологические качества типа длинных, сильных лап, а умение строить отношения. И кличка, имя, индивида было способом выделения и выстраивания этих отношений. Оно, видимо, где-то там зародилось. То есть, когда привычное действие какого-нибудь индивида, который он умел совершать, например, дрался, называли дручуно. То, что сейчас делают дети в возрасте как раз от четырех до семи лет очень любят дразниться. Появилось имя, и это имя позволило направлять какую-либо вещь, речевой акт на самого индивида. И сам индивид мог себе что-то обнаружить таким образом. Не сам осознать, сначала коллективное, а мог осознать только при помощи других свое собственное действие. Индивидуальным оно стало чуть позже, когда стало формироваться мы знаем по выгодскому интериализации речи, что приводит к речевому мышлению, ну и в том числе я считаю, что и к речевому, то есть к такому интериализированному индивидуальному сознанию благодаря в частности песнице. Как это примерно происходит? Простой пример, извините за примитивизм, но вот тебе печально. Мы знаем, что слово печаль родилось от слова печет в груди, человек обнаружил собственные тактильные ощущения, но не сразу, только когда его собеседники обращали его внимание на его переживания, его же переживания. Таким образом, человек научился осознавать свои внутренние переживания только при помощи обращения через слово, слово как знак, на его собственные переживания. Это происходит до сих пор со многими сейчас, это происходит часто с детьми, до них это целое озарение, когда они вдруг обнаруживают себе что-то. Ну, по крайней мере, я по своему ребенку знаю, я по себе это помню. И это достаточно немаловажный процесс, может быть, даже ключевой. Что таким образом, в принципе, и со временем человек начинает, научается обнаруживать в себе свои чувства, то есть картезианский театр, видеть перед собой как бы свои собственные впечатления внутри. Ну, социальность его, наверное, шуткой можно обозначить, социальность сознания. Конечно, оно родилось сначала как то, о чем могут при помощи переноса говорить люди о других людях. Кто это вообще рождает? Вот то, что я говорил, сознание при помощи глаголов, особенно переноса осуществляется, когда мы реагируем на ситуацию речевым каким-то актом, мы можем из привычной речи прородить какое-то следующее слово, это слово создает уже не аналичную, а воображаемую ситуацию, это перенос, это возникает перенос, именно при помощи речи возникает воображаемая ситуация, как возможность мыслить внутри самого себя. Так называемые умные действия, умственные действия по Гальперину и так далее, много чего здесь можно привести. Вот эта схема для меня такая ключевая, потому что схема номер один, это то, как живет животное, оно реагирует, его действие, оно переместилось, изменилось ситуации, оно сделало следующее действие, опять изменилось ситуацию, оно сделало следующее действие. Мы же действуем, и с телесностью можем, речевая активность тоже интересная активность, по большому счету, но она создает воображаемые ситуации, и мы можем исходить уже не из актуальной ситуации, а из воображаемых ситуаций. Это основное отличие сознания. Второе, которое, собственно говоря, я обозначил. Глагольный перенос, это, наверное, вот это. Когда мы видим только Машу довольную и говорим, что Маша съела кашу, вот эта ситуация с кастрюлей нами только воображается, это и есть перенос. Соответственно, это позволило нам действовать исходя не только из наличной ситуации, но и сравнивать наличные ситуации с воображаемой, с желаемой, например. Так возникали желания и, соответственно, цивилизация, культура и тому подобное. Речевой взрыв. Хорошая цитата Яковсона всегда ее привожу. Очень характерная, он буквально в какой-то в одной статье высказал, хотя так много других ученых этому посвящали больше внимания. У меня в статьях, в первой статье сознание это даже более раскрыто сделано. Ну, здесь кратко, что сознание как таковое, вот, индивидуальное или вообще сознание появляется только с шифтером Я. И вместе с ним же появляется возможность оторваться от здесь-сейчас и, собственно говоря, получить все три признаки, которые мы называем сознанием, по крайней мере, которые я предпосыл за ним. Ну, здесь некоторые факты из моей презентации по поводу будущего взрыва. Кстати, у него появляются как раз именно глаголы. Ну, и чтобы быстрее завершить, не утомлять вас, все это позволяет сформулировать некоторые, ну, не побоюсь этого слова, определение сознания, хотя многие пытались его сделать каким-то образом, но вот не видел более подробного, поэтому решил его сделать. Все-таки осмелиться его выдвинуть в своих статьях и в книге, в том числе. Здесь, собственно говоря, все, что я сейчас сказал, оно более-менее определено. По крайней мере, это как отдельный феномен, взаимодействующий с другими феноменами, в том числе с мышлением. Мышление не является самим в себе сознанием, еще раз повторю. Что это обязательно связано с собственным Я, мы при помощи сознания, собственно говоря, свое Я и обнаруживаем. Оно актуализируется, будем так говорить, при помощи сознания и возникает практически из него, в том числе и свобода воли и так далее. Это двухактное по природе своей явление функционально, которым можно выражать это простой формулой, но в целом вот в опытах Карпинской показано очень хорошо. Она делала опыты с иллюзорными образами. Какие осознаются, какой из двух иллюзорных образов, например, там, профилей или вазы, осознается испытуемым. И было показано ей очень четко, что сначала происходит процесс распознания образа, а потом только его сознание. Это достаточно доказано то, что это двухактное состояние, и, естественно, сознание, как включение себя в ситуацию, происходит на поздних этапах. И пока даже непонятно в какой, какой-то медиальной зоне, так пока говорят психологи. То есть в лобной или в целовой, там, уже, в зонах. Это по-разному уже. Ну и развитие речи направлено на субъекты через социальную речь в начале. Становится, собственно говоря, вот этим способом развития сознания. Я в этом смысле утверждаю, что знание не только связано, но оно и постоянно развивается. Мы научаемся осознавать все больше и больше собственных действий, собственных ощущений, собственных переживаний. Литература этому помогает, само собой. Именно сознание нельзя говорить как просто один процесс и все. Оно имеет содержание, и я научаюсь распознавать собственные чувства. Ну, я думаю, что, наверное, люди это делают всю жизнь, по крайней мере я. Проблемы сознания тела. Быстренько перейду, сразу перескочу. Ахвердов мне сказал, что настоящая теория сознания может претендовать на что-либо, если она объяснит вечные проблемы сознания. В этом я с ним согласен, поэтому я так вот связываю теорию сознания и проблемы сознания. Их здесь две. Проблемы самого соотношения тела и сознания и объяснительный разрыв. Это разные проблемы. Их немножко по-разному надо решать. Здесь, может быть, я не буду сильно останавливаться, мы обсудим, может быть, конкретно, что вы скажете по этому поводу. Я во времени, ну да, достаточно быстро сказал. Первая проблема – соотношение и останание тела. Ну, вот простой образ с вами, да? Вроде бы. Кто-нибудь может сказать какой-то образ? Объективный или субъективный, который вы сейчас видите? Субъективный. Субъективный? Да. Ну, тут, наверное, тот, кому оно упало однажды на голову, и он открыл некоторые законы, посчитал бы он, например, объективным, да? И многие считают, что яблоко… Другое падало. Да. Ну, вот проблема, в первую очередь, возникает из-за того, что дуалисты, примерцы дуалистической теории, которые разделяют сознание и тело, пытаются выстроить между ними отношение кузуальной, кузуальной, они говорят, что это объективный образ. Но в то же время, например, красный цвет этого яблока – это явная квалия, это явный феноменальный образ, потому что, ну, красноты как таковой, наверное, как физик, могу сказать, ее в природе, наверное, не существует. И получается, что яблоко одновременно и объективное, и субъективное. В своих статьях я очень подробно это разбираю, и там я прихожу к выводу, в этом смысле, наверное, ближе всего был сейчас Васильев к этому, который назвал это публичным опытом. Объективное – публичным опытом, но моим мечтным опытом при этом. Я объективно называю таким интерсубъективным или коллективным – субъективным. Но, в любом случае, это субъективное. И мое ощущение красноты, и, собственно говоря, яблоко. Просто я знаю, что яблоко наверняка, как по губцу, у нас с вами есть договор называть это яблоком, и поэтому мы оба называем и считаем, что мы оба видим одно и то же с собеседником. Поэтому считаем, а из-за того, что я считаю, что вы едите и вы, я и считаю его объективным, не более чем. Но при этом оно субъективно. И создавать отношения между субъективным и субъективным, каузального типа, а тем более разной собственности им придавать, мне кажется, немножко ошибочно. То есть я не пытаюсь разрешить проблему сознания тела, я просто объясняю, почему она возникает у нас и настолько устойчива. Александр, а как-то непонятно, ну, вы сказали про дуалистов, то есть с дуалистами понятно, что есть проблема сознания тела, но правда формулировать стоит тогда через дуализм, а вы ее формулируете как бы без дуализма. То есть если я, например, манист, у меня нет дуальности, то какая тогда проблема сознания? Нет, тогда у вас ее нет. Нет, для вас-то ее нет. Вы редуцируете сознание к чему-то, и поэтому у вас его просто нет, конечно. Я говорю про тех, кто разбирает эту проблему, кто проблему эту признает. Ну вот этому посвященному Васильеву, как руководитель Центра изучения сознания, единственное у нас, наверное, в стране такого официального Прим-Гоу, да? Мы знаем этих. Они дуалисты, да. Мы знаем этих. Они дуалисты, да. Да, конечно. Давай без дизискать сейчас, да, слушай. Да. Они признают эту проблему, и они отделяют сознание от тела и ищут кундуальные связи между ними. Но по факту их, наверное, искать бессмысленно, потому что вот когда я читаю их тексты, ну, там нафантазировано больше, чем могло бы быть. Какая проблема объяснит разрыв? Здесь надо очень подробно, наверное, говорить. Здесь привлекается математическая теория, аксиоматики. Но если ее просто объяснять, то иронный мозг, что является таким объективным объяснением, тоже состоит из цветов и линий, что является субъективным. При этом они просто основаны на разные объяснения, основаны на разных базисах аксиоматических, построены на разным ощущениях, можно даже сказать так, как зеленый свисток, ощущения разной модальности. Поэтому они не сводимы. Мы не можем объяснить круг при помощи звуков. И поэтому объяснительный разрыв возникает везде, я попытаюсь даже в ближайшее время математическое это доказать при помощи коллег, с помощью коллег, что разрывы отсутствуют только в теории с одной аксиоматикой. Как только возникает вторая аксиоматика, возникает разрыв по-любому. Разрыв, собственно говоря, существует везде, он очень часто возникает. Мы тепло никогда не сможем объяснить движением атомов, там разрыв, пронусским движением. Мы не сможем боль объяснить бактериями. Это все равно разрыв. Просто разная аксиоматика, боль не является представлением на той же аксиоматике, что и бактерии. Но с прагматической точки зрения нас это вполне удовлетворяет. Мы сразу же бежим за антибиотиками и не спрашиваем, почему там есть разрыв возникает. И, собственно говоря, опять же, это не решение проблемы сознания тела, а это объяснение, почему оно возникает. У нас таких разрывов очень много, и только в рамках одной теории можно их избежать. А такой теории при объяснении субъективного и, как мы говорим, объективного пока нет. Вот и все. Кратенько так. Спасибо. Готовы к вопросам? Конечно. Я для них пришел к вам. Сейчас даю процедуру. То есть, как бы, те, кто в интернете, вы поднимайте руку тогда. Если есть вопрос. Если есть вопрос. А мы тут будем подписывать. А ты, как модератор, будешь додавать. А я буду додавать слово, да. Хочу показаться. Надо, чтобы он сидит на диванчик. Скорее, уточняющие пока вопросы на понимание. Значит, первое. Вы упомянули вначале сложность. Хотелось бы понять, что вы подразумеваете под этим термином. Даноний есть теория интеграционной. Интеграционное сознание, да? Может быть, слышали. Данон? Даноний. 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 Вот он обоснован. Тут там такая нейрофизиологическая теория, в том числе, что при пробуждении как раз у нас интегрируются все зоны мозга, возникает некоторая сложность. И только во время интегрированности всех зон возникает сознание. И он отсюда выводит, что сама сложность является как бы некоторой причиной сознания. Больше он ничего не объясняется, как не читал. И дает поперек, и в английском, и в русском интерпретациях. Вот. Он до сих пор ее интерпретирует, она достаточно свежая. Но вот больше я не могу сказать сам. Он, наверное... Что вы подразумеваете под этим термином? Что это сложность? А я ничего не подразумеваю, потому что это его теория. Я все же констатировал, что есть такие. Что они очень разные. Да, разные объяснения. Хорошо. Для меня это отсутствие объяснения, сложности. Я даже цитат привел, что простота – это все-таки правильно. Мы вначале прочли набор цитат, в частности, по-моему, Маркса. Мы осознаем далеко не все, что происходит с нами. О ком он это говорит? Ну, наверное, я уже давно с этой цитатой выцаркал откуда-то. Я так понимаю, что он связан с этой цитатой. Да, да, конечно, иначе бы не привел ее. Он, наверное, говорил о мы как обобщающем человеке. Не более чем. Мы – это люди. Ну, то есть это, скажем, в его эпоху, в его время, может быть, они там с Энгельсом это вот осознавали не все. Но ведь, скажем, субъективно, может быть, вот мы с вами сейчас осознаем все, что происходит с нами. Это зависит от того, какое значение мы придадим термину осознавать. Сознавать. Вот как раз очень часто у нас возникал по этому поводу спор с коллегами. Что значит осознавать, да? Вот то, что, естественно, для меня, вот это первый автобиографический тезис, для меня есть в этом мире только то, что я осознаю. С этим я полностью согласен, конечно. Но это далеко не все, что присутствует в мире, помимо меня. А вот это утверждение на чем основано? На том, что мне потом говорят, что кроме того, что я осознал, было еще другое, другие люди. Ну, может, просто я в тот момент не занимался осознанием количества пингвинов в Антарктиде. Ну, это значит, что я не осознаю. Нет, я осознал, что пингвины есть в Антарктиде. А вот сколько не осознавал. Не считал их просто еще. Но при желании могу и посъездить, и посчитать. Нет, вы можете осознать, конечно, может быть, все. Кроме трасследетных форм, о которых говорил Канн, да? Которые вы не можете, которые, в принципе, говорят, осознаете. Ну, мыслите, например, априорно. Это предвопрос, потому что следующий вопрос. Значит, вы упоминали термин «произвольно воля». Вот я не услышал в данном случае в вашей теории вместо для этого термина «воля». То есть присутствует ли она в процессе осознания или нет? Но, скажем так, воля – это не есть само осознание. Осознание – это отдельный процесс. Окей. И воля участвует в процессе осознания? Как обязательный? Нет, нет, нет. Без воли что-то происходит. И это может быть без сознания. Воля и сознание – разные процессы. Вот о чем я хочу сказать. Я могу осознавать, но не валить. Понимаете? Я могу пассивно осознавать что-либо, но при этом мне не проявлять никакой воли. Вполне. Согласитесь. А проявление воли я могу осознавать. Или не осознавать, кстати говоря. Вот осознавать или не осознавать волю, я согласен. Наверное, можно и так, и так. А вот воля присутствует все время, или она где-то лежит на полке, как инструмент. Я могу взять и использовать, а могу не брать. Нет, нет. Воля, конечно, присутствует, но она не слита с сознанием. Это не одно и то же. А чем это аргументируется? Тем, что я могу осознать волю, значит, оно некоторое другое явление, которое присутствует помимо самого сознания. Ну, я является ли частью сознания или нет? Оно проявляется при помощи сознания. Оно актуализируется, как я сказал, при помощи сознания. В этом смысле я является важной частью. Да, я описал формуле. Сознание мое я присутствует обязательно. Без него оно точно не может быть. И таким образом, может быть, и воля присутствует. Воля уже некоторый акт действия. Это тренируемый акт. Воля тренируется, вы знаете, у детей. Она вначале даже отсутствует, как таковая. Это тренируемый. Да, это как мышление. Мышление не присутствует как таковое сразу же. А приорно. Какие-то формы базовые существуют, конечно. Пока про волю. То есть сознание и воля. Ведь сознание, вы заявили, это процесс. Вы как к этому относитесь, да? Это процесс? Знание. Некий процесс, да. Да, конечно, процесс, который я могу знать, который могу не знать даже. Отлично. Этот процесс, наверное, можно описать через некоторые элементы, в которых он проявляется, через которые он проявляется. Там начало, середина, конец процесса. Это я и пытался сделать, да. Да, может быть, и воля – такой же описательный элемент процесса осознавания. Может ли осознавание происходить без воли «я»? Смотрите, «я» присутствует в формуле сознания, обязательно должно быть. Но при этом «я» может не проявлять воли. Может такое быть? В вашей формуле… Наверное, может быть. Я вижу дом. Если я вижу дом, проявлял ли я волю, чтобы увидеть дом? Это может быть пассивное действие совершенно. Это может быть полностью инициированное неожиданностью появления дома. И здесь воля моя не проявляется. Я просто внешне стимулирован, детерминирован полностью. А чтобы проявить волю, закрыть глаза, например, я должен проявить волю и не видеть дом. Здесь возникает то недоумение у меня, которое я уже упомянул. Если мое сознание стимулируется внешними факторами, как у методологов, мышление внешнее, и оно стимулирует мое внутреннее сознание. Вот что-то меня здесь напрягает. И кажется, что вы склоняетесь к этой же интерпретации. Еще раз, если можно. И большее, чем сознание, что его стимулирует извне. Нет, нет, сознание. Если я осознаю свои внутренние факторы, меня стимулируют они. Если я вижу дом, что стимулирует меня к этому? Что первично? К видению дома вас стимулирует сам процесс восприятия. Вы принимаете непринимание. Сам процесс восприятия – это вещь в себе. Что стимулирует? Если описывать через причинно-следственную связь. Нечто внутреннее, например, я хочу увидеть дом, и тогда я его вижу, если он есть. Это второе. Вы прежде, чем хотеть или не хотеть видеть, вы уже должны видеть. Понимаете? Нет. Вы должны. Если вы не хотите видеть, вы можете до этого начать перестать видеть, закрыть глаза и не увидите никакого дома. У вас, конечно, что не будет. Если я хлеб, и мне рассказали, что есть там цвета, свет, дома, и я хочу видеть, то нет ли здесь как раз в этом хочу, в этом желании проявления моей воли? Нет, ну, если вы прям хотите что-то увидеть специально, например, вы ищете какой-то определенный дом на улице. Нет, нет, я следую вашей логике. Я хочу видеть просто, не конкретно чего-то. Разве здесь нет моей воли? Еще раз. Если вы себя запрограммировали осознанно на это действие, там действует... Да не делаю этого. Не программировал. Я просто хочу видеть. А это и есть программирование. Вы сейчас высказываете намерение. Наверное, можно описать программированием какие-то процессы до того. Но сейчас я хочу видеть. Это установка. Установка ведь. Правильно согласитесь, что это? Вы, смотрите, если вы осознали, что вы хотите, это проявление воли. Если вы просто не осознали, а просто смотрите, это что? Если я осознал, что я хочу видеть, да? То я еще не вижу дома. Я, может быть, еще ничего не вижу. Да, 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 да. И тогда ваша формула троичная рассыпается. Я же еще не вижу дома. Я еще не вижу, а уже я хочет видеть. То есть, я остался внутри себя еще. Нет, смотрите, вот если вы хотите видеть, вы уже высказываете волю. Это если я высказываю. А если я хочу, то я не высказываю. Просто хочу. Внутри себя. Просто хотите. Вы осознаете это или нет? Да, осознаю. Осознаю. Значит, вы уже болеете, да? Значит, вы уже высказываете намерение, желание видеть. Не высказываете. Не, ну, скажем так, подсознательно все равно вы себе делаете такую установку. Вы осознаете. Так вот, может быть, это и есть натяжка, ваше воображение, когда вы на меня навешиваете, что я все равно чего-то там делаю, а я этого еще не делал. Ну, понимаете, вот человек может просто видеть и знать о том, что он видит. Может такое быть? Он просто может видеть. Может быть, здесь как раз подойдет термин сложность, что сложнее все. А когда мы профанируем, начинаем как бы редуцировать, да просто, просто. Нет, нет, не в этом дело. Дело не в редуцировании, а как раз в том, что наша система просто активна. Она активна, и она всегда готова к восприятию. Да. Она всегда готова. Она не может не воспринимать. Вот в чем дело. Да может. Я помер, и все, не воспринимаю. Я все-таки о живых говорю, да? Хорошо. Вот живая система, она активна, она работает, она воспринимает. Вот чтобы не воспринимать, вам надо проявить волю. Вот в чем дело. И чтобы знать о том, что вы воспринимаете, вам надо проявить волю. Вот здесь я, может быть, соглашусь. Чтобы знать. И только я буду проявлять волю, я буду уже все равно живым и буду воспринимать. Например, проявил ли я волю, применил ли я волю, воспринимаю я или не воспринимаю, я буду воспринимать. И отсюда следующий вопрос. Ваша табличка, телесная реакция, речевая активность. Между телесной реакцией к речевому, к речевой активности, маленькая, видимо, стрелочка. Вот правильно я понимаю, что вот здесь как раз и можно разместить мышление. Чтобы речь появилась, вот эта стрелочка, это процесс мышления. То есть мышление как раз тогда, получается, отделяет первую правую часть от второй части, левой. Я так не думал, поэтому мы сейчас... Откуда говорится речь? Она же как бы программируется. Речь это... Речевой акт такой же бессознательный, как и все остальные наши некоторые машинальные действия. Поэтому он просто продуцируется, речь. Но при помощи речи мы программируем свое поведение. То есть мысли. В принципе, по... Перед речевой... Откуда она берется? Просто меня здесь не устраивает. Речь это сложнейшая система. Откуда она берется? Ну вот, по-моему, она заложена потенциально в каждом человеке. И формируется под воздействием внешней среды, развивается. Нет, здесь я придерживаюсь такой школы, что речь это всего лишь то же самое мышление, которое нам недоступно. Обычное мышление. То есть есть не только речевое мышление. Есть инсайт, да? Например, животные тоже мыслят, но мышлением обладают, естественно. Потому что они решают задачки. А не решают пространственные задачки и поиска мышки еще как решают. А речь... Да, извините, я так говорю. Речь это вот недаром, что она... Речь находится там, где, в принципе, осуществлялся до этого другой процесс мышления. Речь это просто речевое мышление, интервизированное мышление. Речь, к чему сейчас подключены мои исследования, речь строится... Речь является мышлением. То есть то, что Хомский говорит, это заложено как механизм. Да, но только это не новый какой-то отдельный механизм. Он такой же, как и у животных. Он только осуществляется при помощи слов. Он даже внешне эксплицирован. Мы просто не можем понять, как он осуществляется до конца. И в этом сейчас моя основная работа с чат-ботами как раз и посвящена, каким образом это все-таки сделать. Потому что сейчас чат-боты ничего не умеют. Возьмите любой серии и поймите, что это так. Для нас это большая пока загадка. Но речь это мышление. В этом смысле речь это мышление. Самое, что ни на есть. Ну, пустое выражение, что вербал является проявлением, отражением ментала. В этом смысле такое описание мне дает представление о том, что до речи есть зона, где может существовать мышление, но еще не проявляющаяся через речь. Конечно, конечно, я сказал об этом, да. Маленькие дети, как бы. Таким образом, речевое мышление – это более развитое, чем доречевое мышление. Но мышление получается первично, чем речь. Да, конечно, конечно, конечно. Безусловно. Поэтому, наверное… Иначе было бы, не могло бы быть. Речь может быть там, скажем, осмысленной, а может быть абракадаброй. Неосмысленная речь может существовать как отдельный феномен. Ну, при афазии такое возникает, да. Вот, поэтому я хотел найти на вашей схеме место для мышления, которое, на мой взгляд, и отличит первую природу от второй. А практически телесное мышление может стать первым, а речевое – вторым. Тогда так. Телесное? Телесное? Да. Телесную деятельность можно считать как бы мышлением первого, первого, которого вы говорите, а речевое, речевые акты – это второе уже, мышление, которое развито у человека. Ну, это, честно говоря, трудно, потому что из вашей схемы следует, что актуальность появляется, а потом поведение телесное, поведение. И это еще не мышление, а телесная реакция. С кем вы реагируете? Смотрите, это схема именно об этом. Это схема не мышления, поэтому, наверное, по ней трудно объяснить, что имеется в виду здесь, в моей теории, подмышления. Мне, наверное, надо нарисовать отдельную схему по этому поводу. Хорошо. Видимо, последний у меня пока вопрос. Значит, сознание – это автобиографическая память плюс перенос во времени. Вы предлагаете это рассмотреть как определение сознания? Ну, да, в том числе. Там побольше немножко пунктов у меня, но это ключевое почти. У меня возникло недопонимание, потому что, на мой взгляд, определение – это задание пределов, прежде всего, как термин, и указание двух свойств сознания, автобиографическая память как свойства сознания и процесс переноса во времени как свойства сознания. С помощью сознания это можно делать. Но не факт, что эти два признака, свойства сознания заполняют весь термин сознания. Нет ли у вас где-то еще дополнительных каких-то идей, которые бы могли помочь мне определить, что вы понимаете под этим термином сознания? У меня есть коротенькая статья на Академии к определению сознания. Там это больше раскрыто. Там в том числе дано определение и определение, как должно выглядеть определение, чтобы быть полным. А, очень интересно, да. Вот функционально. Там четыре пункта. Она должна отвечать на четыре пункта в том числе. Внутренняя структура, внешние взаимодействия, граничные условия, которые вы сказали, и так далее. И четыре пункта, соответственно, мной даются. Отлично. Я не претендую, конечно, на полностью раскрытое. Это подсказки, чтобы сделать определение сознания. Почему вы не воспользовались? Еще раз. Я не расслышал слова, я сам говорил последние. А почему же вы не воспользовались этой подсказкой о четырех пунктах? А я в конце их привел. Я в конце их привел. Вы только привели два из них, а там остальные есть. Ага. Можно вернуться. Смотри внимательно. И там тоже немножко, конечно, сокращено, чтобы поместилось на один слайд. Но, в общем, в статье будет более полное. Конечно, это все очень требует уточнений. Конечно, все еще пока только начало достаточно большого пути. Поймите, моих человеческих сил не хватит, чтобы решить такую проблему. Конечно, это подход. Окей, спасибо. Пока я устраняюсь. Да, давай я. Кто еще хочет? Нет, там пока никто не пометился. Я тогда несколько вопросов задам. Значит, ты пометился. А вот теперь Антон пометился. Может, сначала Антону дальше? Пока он не забыл. Да, хорошо, Антон. Сейчас тогда мне теперь отсюда слезать. Еще Ирина теперь. Отлично. Антон, говори. Да, у меня вот такое замечание, уточнение по поводу определения сознания, что это автобиографический слой, знание о своем действии, возможность там оперировать во времени и понятие времени. То есть вот эти три пункта, правильно я услышал? Да, да, точно. И уточнение такое, что в каком пространстве вот эти все действия совершаются. То есть как я себе представляю, то понятие о своих действиях, кто производит, сознание уже производит, о себе же эти действия. И там воображение тоже происходит в сознании. И идея смерти тоже в сознании. То есть это получается, что как бы определение сознания через самого себя. В самом себе. В самом себе, да. Вопрос понял. Он не неожиданный, скажем так. Это достаточно частый вопрос, который мне задают. Дилетант. Нет, 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 нет. Просто, что вопрос в этом смысле правильный, потому что не первый раз возникает. И он естественный вопрос. На самом деле мы... И здесь есть просто очень такой важный момент. Здесь есть замкнутый круг. Рекурсия, если знаете, как программист, да? Постоянная рекурсия. Я осознаю то, что осознаю. Вложенность процесса в процесс. Матрешка, причем бесконечно, как зеркало в зеркале. Именно из-за этой вложности возникает этот вопрос. А что есть в чем? Из-за того, что есть возможность этой рекурсии, мы не можем никак остановиться. И если я вам скажу даже ответ, что это есть то, то вы скажете, а оно-то где? А оно в чем? Почему это возникает? Потому что вот эта схема «я вижу дом», я знаю, вернее, что «я вижу дом», она сама в себе создает когнитивную схему. Очень интересную когнитивную схему. Базистую когнитивную схему. Субъектно-объектного отношения. Некто «я» всегда отношусь к какому-то объекту, нахожусь напротив него. Эта схема когнитивная у нас служит для восприятия объекта даже на некотором расстоянии. Вы же понимаете, что объект, который вы видите перед собой сейчас на экран, он на самом деле сзади вас на зрительной коре, 17-й зоне Бродмана. Они перед вами. Но субъективная схема вам размещает лампочку на прямом расстоянии, потому что когнитивно она должна соответствовать длине руки, чтобы вы могли ее взять. Так устроен мозг. Так устроена схема. Субъективная схема тоже таким образом действует. Вы постоянно что-то размещаете перед собой. Даже картезианский театр, даже свои собственные ощущения. Вы как бы размещаете перед собой. А потом себя еще раз можете разместить перед собой и так далее. Эта гигантивная схема настолько мощна и всеобъемлющая, что мы даже не замечаем ее действия. Но, например, дети, анимирование у детей всех предметов, вы знаете, да? Они передают им свой свой субъект для того, чтобы разобраться в их действиях. У нас все, и во всех языках рано или поздно было, потом исчезало. У нас не исчезло. У нас все предметы имеют род. Женский или мужской. Как будто бы они когда-то были субъектами. Потому что мы при помощи субъективной схемы осознавали вообще весь этот мир. Мы могли его схватить, только положив какую-то схему. Это свойство когнитивной системы вообще, да? Мы можем чего-то видеть, только если мы ее берем при помощи какой-то схемы. Осознаем. Поэтому нам кажется, что мы постоянно что-то видим перед собой. На самом деле здесь очень трудно ответить на этот вопрос. И здесь мы можем дискуссию с вами вести очень долго, потому что у меня не хватит пока слов. Есть только интуиция о том, что это такое. Но я закончу, может быть, такой длинный ответ тем, что в этом смысле я феноменолог. Есть только то, что я представляю. Есть только феномены. Они внутренне мое... Я их осознаю, они есть внутреннее мое какое-то действие. Они те самые когнитивные модели. Потому что цвет, тоже 17-й зоне, 18-й, он там генерируется, и я его вижу как цвет. Но я его знаю о том, что я его вижу только благодаря сознанию. А сознание имеет ту самую схему когнитивную, которую я вам сказал. Я вижу... О, объект субъектное. Поэтому я цвет перемещаю перед собой для того, чтобы его видеть. Это необходимо для того, чтобы видеть. Я вынужден создавать такой картезианский театр. Ну, и квалия это и есть осознанное ощущение, да? Как мы знаем. Может быть, мы в ответы недовольтворительны. Но это пока все, что я могу сказать. Ну, хорошо. Давайте с другой стороны тогда зайдем. Вот вы идеалист или объективист, или что-то третье? Объективный феноменалист. Вот. Есть такое. Объективный феноменалист. Ну, это, конечно, немножко иронизирует. Но есть такое. В принципе, Кант, Юм, Мах. Вот такие деятели. Вообще, у меня есть концепция интерактивного конструктивизма. Это можно отдельно посвятить этому. Я могу подробно рассказать, что это такое. Ну, в нем есть материальные и идеальные, или там какие-то другие понятия используются? Нет. Нет, как раз об этом говорю. Я говорю, что есть нечто, только то, что у нас есть, это только наше собственное представление. Ментальное, феноменальное, как угодно называйте. Оно первично настолько, что даже разделение на объективное и субъективное идет после него. Это уже вывод, это уже продукция из них. Есть первичные ощущения, которые не настолько первичные, знаете, кто описал их первыми, что их невозможно разложить на более примитивное. Вот они являются примитивным мышлением. Все остальное произвольное. Моё суждение о материальности или нематериальности чего-либо, это производное суждение. В любом случае. Оно состоит из слов. Уже. Понятно. Но как я вижу, что вот если объединить вот эти ваши представления, свести к чему-то базовому, то мне так представляется, что все это сводится к формуле, что все есть сознание. Идеализм. Ну, не идеализм, это как-то слово называется. Это феноменализм. Это феноменализм и есть, да. Скажем так, это не сводится к сознанию. Все, что для нас становится знаемым, сводится к сознанию. Мы только при помощи него что-то знаем, когда мы это относим к себе. До этого мы биологические роботы. Вроде, по-вашему, больше другого ничего нет, только то, что мы знаем. Да, да, да. Именно так. А знаем только то, что мы осознаем. А сознание, согласно рекурсивному определению, это то, что вот сознание может осознавать. Ну, и получается отсюда, что вот все есть сознание, нет ничего, кроме сознания. Для нас. Для нас то, что мы осознаем, это то, что мы можем потом сказать, что мы знаем. Потом сказать. Вот в чем роль сознания. Чтобы сказать, что мы знаем, нам нужно для того, чтобы излечь из памяти. Это тоже, кстати говоря, уже доказано достаточно. Это речевой акт иногда свернется, но это извлечение из памяти, это чисто речевая вещь. Нам нужно для того, чтобы это использовать. Мы вообще можем о чем-либо рассуждать, только если мы это осознали. Поэтому сознание очень сильно связано с речью. Оно не только возникло при помощи речи, как стимулированной речью, но оно и позволило продуцировать сложную речь. Потому что вы знаете, что речь наша от ребенка до двух лет отличается именно рекурсивностью. То есть ложностью структур. Вот когда ребенок научается говорить почему и который, вот тогда у него появляется уже полное владение языком. Ну, по крайней мере, так принято психолингвистики считать. Ну, в вашей картине мира вы могли бы уточнить, мышление оно в каком месте находится? Это часть сознания или что это? Мышление может осознаваться, но это не есть сознание. Я с этого начал. Помните? Мышление, тем более, существует в двух видах, как минимум. Ну, вы говорили про речевое мышление. Да, есть речевое, а есть неречевое мышление, которое для нас известно только как инсайт. Сколько я не читал у следователей. Ну, скажем так, я по-другому скажу. В вашем представлении мышление возможно без сознания? Конечно. И у кого оно присутствует? У животных. Например. А, понятно. То есть в вашем понимании мышление оно присутствует только у людей? Нет. Я говорю, у животных мышление присутствует. Ой, и сознание присутствует только у людей? Да, конечно. Потому что это не связанный процесс с речью. А речь, скажем так, появилась только у людей. Ну, достаточно давно, правда. Нет, конечно, протосознание какое-то, немножко другого типа, есть у животных. Но это протосознание, они очень хорошо пишут. Потому что у них есть модель «я», они должны перемещать собственное «я», собственное тело у них, это полное отсутствует в пространстве. Поэтому у них протосознание в смысле размещения тела в распознаваемой картинке ситуации есть. Об этом хорошо пишет Митцингер. Томас Митцингер, он приезжал в Петербург, мы с ним тоже беседовали по этому поводу очень, ну, тоже во многом, близкий по тому, что я говорю, его тоже мысли. Тоннель Эго. Вы наверняка, может быть, слышали такую книгу его. Там очень хорошо это расписано. Ну, есть такая книжка у него, очень хорошая. Она достаточно популярная, поэтому ее легко читать. Но она достаточно глубокими мыслями по этому поводу и полностью схожими с моими. Хотя он немножко вот о другом и с другого боку, скажем так. Ну, о том же. Ну, что, Антон? Пока передам. Тебе хватит, пока передам. Слово. Я тогда пора. А усилитель надо сделать потише, да. Хорошо, Ирин, ваши вопросы. Я сейчас, я пробую так, чтобы не было эха. Да, я Ирина Сталенко. У меня к вам, ну, он же вопрос и он же запрос. Скажите, пожалуйста, а вот связать ваше определение, ну, и все остальное с тем, как вы, что вы объявили, как, ну, свою область занятий, а именно искусственный интеллект. Вот то, что, например, распознавание можно делать, не моделируя сознание. Ну, это самое... Да, это уже делается очень хорошо, да. И это, да, и это достижение. Ну, в том смысле, что это достижение того, что распознавание образов, как техническая дисциплина, на 95% решило задачи искусственного интеллекта. А, ну, как бы, следующего уровня задачи, ну, вот ту, которую вы называете, ну, как я поняла, задачи сознания, пока еще, наверное, не решила. Ну, в том смысле, что ваши боты не отвечают на вопрос, ну, образ уже, может, распознает, но не отвечают на вопрос, кто я, когда я распознаю. Я так примерно понимаю, ну, то, как вы определяли это все. Поэтому у меня вопрос, а вы можете сказать, ну, вот еще позиция моя. Конечно же, ну, вот в психологии, во всяком случае, в бывшей советской... Очень уважаю ее. Такой метод, да, такой метод и понятие, ну, метод и подход, который называется формирующий эксперимент, он, ну, использовал, то есть использовался, то есть фактически Игорь Перин много об этом говорил. Мы всегда считали, что если мы можем что-то сформировать, значит, мы знаем, как это устроено. Поэтому мой запрос к вам вот про это, а что сейчас из вот этих множества определений, границ и так далее, что сознание уже, ну, как бы введено, сформировано и передано искусственному интеллекту. Тогда мы вот эту грань, ну, той инженерии и техники, которую мы уже про сознание знаем, понимаем и можем делать, и грань общих определений могли бы нащупать. Поэтому у меня вот вопрос про это. И что сейчас из вот этого многочисленного всего сознания уже размещено в той области, ну, кроме распознавания образов, это я услышала, уже размещено в той области, которая называется искусственным интеллектом. Вот вопрос. Маленький такой. Ирина, вы прям... Ирина, вы наступили прямо на больной, и у меня даже у Натальи хочется спросить, а сколько у нас времени, чтобы я ответил, есть? Вечность. Потому что нет... Это прямо то, на что я могу отвечать часами. Антон, наверное, будет, кстати, интересно в свете его запросов про то, идти, не идти. Смотрите, ну, я с вами постараюсь, на самом деле, не шутить, постараюсь кратко. Спасибо за вопрос. Всем спасибо, но вам особенно, потому что вы прям очень точно его задали. Давайте я скажу так. Пока то, что называется искусственным интеллектом, это маркетинговый ход. Никакое отношение к искусственному, тем более, интеллекту это пока не имеет. Сейчас то, что называется распознаванием образцов, это великолепное достижение, хотя оно в 80-х годах еще известно, то, как мощность компьютеров и достижение Хиттона в 2007 году, который сделал глубокие нейронные сети, то есть архитектуру сетей впервые предложил, как сложить несколько сетей вместе, грубо говоря, превратило распознание образцов в действенную вещь. Но реально вы видите большие успехи в распознании образов и очень скромные успехи в речевых ботах, например. Возьмите любой из Сирии, попробуйте ей что-нибудь задать. Ну, глупость, вообще ничего не может. За заложенные шаблонные ответы с несколькими хитростями, которые позволяют изобразить более-менее живой диалог. Хитростями знаю изнутри, потому что знаю людей, которые это делают. Вот прямо, кстати, с нашего университета в Гугле работают как раз над Сирией. Ой, в Эпле имеется. И на Гуглом тоже. Смотрите, почему такая разница? Потому что распознание образов – это достаточно примитивный акт. Это искусственный интеллект на уровне насекомых, которые очень неплохо через пчелы распознают цветочки. И это классификация, которая там еще была. Там, ну, не знаю, пару миллионов нейронов, по-моему, у пчелы больше нет. По сравнению с, знаете, сколько миллиардов у человека. А вот речь – это более поздняя вещь и гораздо более сложная, и базирующаяся на более сложных до того появившихся функциональных способностях, зонах и так далее. Поэтому ее повторить очень тяжело. И поэтому там ноль достижений. И пока мы не поймем, что такое мышление, это нереально. А сознание базируется еще на более высоком уровне, на той же речи. Так если мы не достигли еще даже какого-то речевого уровня приличного сознания, все мои вот эти объяснения – это мой интерес, но оно у нас пока еще очень мало приблизило, Ирина, к тому, что можно было бы назвать сознанием. То есть, вернее так, что можно было бы поставить в формирующем эксперименте. Пока еще до этого очень далеко. Я вам скажу такую техническую, может быть, вещь, но самая ключевая сейчас загвоздка, как раз почему я занимаюсь сейчас философией математики, и вообще вот этими всеми смыслами и так далее. Мы не знаем способ моделирования. Мир мозгом нами моделируется. Я вижу сейчас не вас как таковых фактически, ноуманов, а я вижу ваши модели. Но способ моделирования до сих пор неизвестен, потому что способ моделирования – это не картинка, это не застывшая вещь, а это принципиально функциональная вещь. В чем она заключается? Это очень вариативная вещь. Модель – это не модель корабля, который нарисован на чертеже, а это модель всех кораблей, которые могут быть. И в том числе прототипов и близких, и далеких, как прототипирование Роши и Леонора, если знаете кто-нибудь, да? То вот там прототипы от пигвина до воробья, и все мы называем каким-то птицей. Семейные игры Виндельштейна, там вспомнить можно, все что угодно. Мы много об этом можем говорить, но мы до сих пор не знаем, что это такое. И пока это не будет сделано, о каком-то искусственном интеллекте говорить просто рано, а тем более о сознании. Сознание здесь, наверное, просто личный интерес больше. С другой стороны, это прямо сверху иду. Я иду и снизу, потому что я занимаюсь элементарными вещами, такими, как автоматизация ботов. Ну и сверху пытаюсь приблизиться, не более чем. Но пока это, Ирина, отвечая на ваш вопрос кратко, это все еще пока очень-очень далеко. Я ответил на вопрос или вы уточните его? Да, я уточню. Правильно ли я вас поняла, что... Но дело в том, что когда я была студенткой, нам сообщали, что сознанием никто не будет заниматься, потому что, чтобы отмоделировать индивидуальное сознание, это объект такой сложности, что вычислительных мощностей просто не хватает и всякое такое. Но как бы лет за 30, я так понимаю, у нас вычислительные мощности становятся более доступными. Но выясняется, что дело не в вычислительной мощности. Да, не в сложности. А вот в этой проблеме моделирования, как вы ее называете, а именно в базовых гипотезах о устройстве, ну, мне все равно, мышление или сознание, но которое можно было бы транспортировать на искусственный интеллект. Правильно я поняла ваш ответ? Да, совершенно. Я здесь сделал одно маленькое уточнение, которое, наверное, всем будет интересно. Что такое мышление? Мышление – это способ создания новых микромоделей из базовых больших моделей. Ну, это немножко, может быть, технически для вас будет непонятно, но вот речь, когда я говорю, или, например, простой силлогизм, люди смертны, Сократ, человек, Сократ смертен, это создание микромодели о возможности смерти Сократа. Я вывел новую модель, в которой есть обязательная вариативность, что я вот и хотел договорить, что модели подозревают все возможные варианты. Теперь я могу распознать смерть или жизнь Сократа, создав модель. Вот этот силлогизм достаточно все просто, и, кажется, можно повторить, невозможно. Это поверхностная структура, говоря в термологии грамматических составляющих, которая ничего не говорит пока нам о глубинной структуре. Как это я сформировал до конца? Вот над этим сейчас конкретно при помощи графических моделей, конкретно, Антону, будет интересно, графических нейросетей. Есть такой класс отдельный нейросетей, может быть, в курсе уже. Мы пытаемся, я пытаюсь с коллегами как-то найти подходы, как это может быть сделано. Но, опять же, до сознания там будет еще очень далеко. Я думаю, что это десятки лет. Александр, а откуда берутся макромодели, из которых мышление микромоделей выводит? Они являются обобщением микромоделей. Здесь есть такое понятие в когнитивистике – треугольник Найсера. У них Найсер был такой основоположник когнитивной психологии в 70-х годах, в конце 70-х. Он вывел этот треугольник. Там очень интересно, что мы при помощи обобщения конкретных случаев привитаем более общую модель. Более общая модель позволяет нам распознавать следующие конкретные случаи. Вот такой зовут и круг. Обобщение мы производим тоже с помощью мышления? Статистически или логически? Там будет как раз неясно, есть неясности. Я не могу ответить точно. Потому что логика – это тоже статистика, на самом деле, если вы понимаете, о чем я говорю. Да. Ясно, спасибо. Татьяна? Я бы еще один вопрос, можно, задала из этой серии. Да, да. Скажите, а вот тот феномен, который вы описываете, ну, то есть вынесенность всех наших восприятий и сознаний и так дальше вовне, перед, перед, перед. Скажите, ну, поскольку я поклонник культурно-исторических концепций, вот эта вот культурная смена основной визуальной культуры, формирование визуально-мыслительно-визуальной культуры на прямую и обратную перспективу. Ну, она у нас в истории, без сомнения, была и так дальше. Потому что ведь если двигаться в обратной перспективе, то икона, она не передо мной. Ну, как бы, или лик на иконе, он не передо мной. Да, это я перед, ну, как бы, ликом иконы и так дальше. Скажите, а вот это вот, вот то, что экранность, такая некая экранность, что мы все выносим перед, это самое. И это все-таки культурный феномен, ну, связанный с тем, что мы сейчас просто практикуем прямую перспективу. Или все-таки вы относите это к базовому. Ну, вот когда я спрашиваю про распознавание образов, это из этого же. Или вы относите это к базовым характеристикам инженерных. Ну, такого устройства, как мышление слэш-сознание. Оно же воля, оно же представление, оно же речь. Ну, мне однозначно пока сложно ответить. У меня, может быть, не хватает времени, чтобы делать более глубокие исследования, а тут оно явно требуется. И интуитивно могу сказать, что что-то, конечно, здесь базовое. Я сказал уже до этого, что мы так предметы распознаем перед собой. И эта схема в некотором смысле базовая, потому что нам это согласовано с нашей интересной формой действия. Поэтому, скорее всего, мы просто вынуждены размещать себя перед, именно себя перед, а не что-то перед кем-то. Но очень может быть, что это может быть просто культурным таким, по крайней мере, смодулированным культурным. Потому что ребенок, мы знаем, от третьего лица начинает смотреть тоже не сразу же. Вы понимаете, да? Он на этом научается, преодолевая, собственно, эгоцентричность. Я же не вижу, вы знаете, эти опыты, да, там, того же выгодства. Мы, культура, его этому научаем, да. Да, мы его научаем, да. Мы разбиваем его эгоцентризм. Поэтому я сейчас вот однозначно на ваш вопрос, если позволите, пока уклонюсь ответить. Ну, и здесь же у меня последний в этой серии, скажите... Ну, вопрос хороший. А, ну, в этом же. Ага, скажите, пожалуйста, а те, которые распознают образы в глубокие нейтройные сети, они эти образы выносят? Вот здесь даже у меня глаголов нет. Они эти образы, ну, как бы, выносят на экран перед собой. Или они считают, ну, как-то так эти образы... Ну, или они, или их операторы. Я здесь не буду это за самое. Ну, операторы глубоких нейронных сетей. Или они эти образы формируют, ну, как бы, как часть себя. Я, извините за... Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Нет, нет, вопрос, чрезвычайно точный. Его, кстати говоря, сами себе инженеры задают часто. Нет, конечно, ничего они пока не выносят, ничего они пока не строят. Потому что это примитивы. Они пока делают саму функцию. Выполнение функции алгоритмической и законченной. Скажем так, они научаются на статистике, смотрите, там, лошадь от осла. Или, там, собаку от кошки. И они... Это классификаторы. Вообще, пока это просто примитивные классификаторы. Которые разбивают на класс. Но они не знают, какой класс они выбрали. Грубо говоря, это две точки. А или Б. Лошадь или осел. Но что такое лошадь и штуковый осел, они не имеют никакого представления. Это вот надо понимать, что это просто автомат. А тем более себя поместить в ситуацию, они пока не могут, потому что нет никакого концепции я. По крайней мере, инженеры его туда не закладывают. Я видел несколько математических даже формул, где пытаются так сознание как-то вложить. Коллеги обозначая. Вот возьмем коэффициент А и назовем это коэффициент сознанием. И как бы считают, что этого достаточно. Нет, конечно. Это, опять же, модель, собственно, я упирается в то, что мы не знаем даже, как это моделируется. Поэтому пока там ничего нет, это просто автоматы, которые на статистике очень хорошо умеют кластицировать. Мне хотелось бы сказать, Маркову, Ирин. На мой взгляд, я вот сейчас отчетливо поняла, тоже немножко. Меня вообще приглашали в аспирантуру когда-то писать систему распознавания образов сто лет назад. Да у них нет никаких образов. Это мы так говорим. Система распознавания образов. У них образов нет вообще. Мне кажется, это просто стоит понимать и все. Феноменально для них образов не существует, конечно. В данном случае. Ну, коллеги, инженеры замечательные. У меня и к вам вопрос. Скажите, а следующий шаг, ну, вот этого всего, вот они точки в пространстве, как это называют? Ну, соединение точек. А что следующий шаг? Чтобы это соединение точек они называли, ну, образом? Или чтобы они это соединение точек в пространстве называли «я вижу», ну, «я вижу». Ну, вот там появление вот этого префикса «я» важнее, важнее, или появление префикса «образ». Да не может быть образа. Пойди ты суть, как бы у них в принципе не может быть образа. Образ у нас есть. Они называть это могут как угодно. И «я» могут префикс поставить, и «образ». Но это не образ в том смысле, в котором образ у нас. Я понимаю, что это так. Я сейчас обсуждаю, ну, и формирующий эксперимент. Ну, какой шаг формирующего эксперимента, и возможен ли он там, можно сделать, чтобы моделировать сознание вместе с этими глубокими сетями, или как они у вас там называются. Ну, или на базе глубоких сетей. Да, да, да. Можно я отвечу? Я, во-первых, повторю, что до этого еще очень далеко. Здесь важно отметить, что, конечно, искусственный интеллект является очень хорошей площадкой, еще так называют, для экспериментальной философии, если такое модное явление, или для исследования. Конечно, вот эти все нейронные сети позволяют очень интересно по-другому взглянуть на, а что такое вот наши образы, а что такое распознание, а что такое мышление. Вот к тому, что мышление – это построение микромоделей, я бы пришел именно благодаря занятию тем самым, искусственным интеллектом. Но! Следующий шаг, вот вы хороший вопрос задали, следующий шаг каков? Следующий шаг еще очень маленький предстоит сначала сделать. Надо научиться строить эти модели. Вот мышление сейчас скорее более близкий и реальный шаг для формирующего эксперимента, чем сознание. А сознание – это сейчас пока даже непонятно, как поставить. Всех моих исследований, там, и всех исследований, всех таноний и тому подобное, не хватит пока для того, чтобы чего-то начать моделировать. Вот если сейчас это, то, что я доложил, дать программисту, он скажет, да иди ты, в общем-то, тут нечего программировать, тут слова, а мне алгоритм нужен. Алгоритма пока нет. Это мой ответ, я, там, другой может ответ кого-то есть. Спасибо. Спасибо. Ну, я теперь потом, Антон, у нас и с вами. Значит, попробую задать, значит, у меня несколько вопросов, поэтому, может быть, с лаконичностью будем. Значит, вопрос первый о происхождении сознания. Мне кажется, мы, как бы, тоже на эту тему много ходим туда-сюда. Значит, я поняла из доклада, что происхождение сознания в основном социально, то есть, вот путем интериализации возникает. Но отсюда сразу же возникает вопрос, а почему у животных не возникло? То есть, что человек, как бы, если считать, что сознание возникло чисто в средстве внешних обстоятельств, то здесь, как бы, отсутствует какая-то потенция сознания, которое есть у человека. Вопрос. Все. Сейчас ответим, да, пока отвечу не надо. Смотрите, ну, вот, когда мы об этом тоже разговаривали, тоже спорили, и у нас такой пришел. Но вот хобот тоже один, только в природе есть. Да, поэтому не возникло у животных, потому что не возникло у другого животного по названию человека. И он звонил эту нишу. А природе в этом... Почему у человека возникло, а у других нет? Вокализация. СКЖ присутствует... СКЖ, извините, сигнальные коды животных, да, есть такое. СКЖ присутствует у многих животных. Но у человека это просто вид, который взял это на вооружение и при помощи него выделился, потому что они были групповыми животными. И вот у многих исследователей, кстати, говорил, Светлана, Бурлак, нашей исследовательности, очень много написано по этому поводу, что в социальных группах коммуникация сыграла, имела очень важную вещь, и поэтому на нее было эволюционное давление на сигнальные все, весь сигнальный репертуар. И просто вот в одной группе таких, их, кстати, было несколько, раньше много было видов людей, потом они друг друга стрибили, остался только наш, как мы знаем. Они все обладали развитой вокализацией. Именно развитая вокализация привела к формированию речи, а речка привела к сознанию. Есть соловьи, у них, наверное, еще более развитая вокализация. Есть те, ну как, они поют, у них вокальные данные лучше, чем у нас. Очень много, да, очень много об этом как раз пишется. Да, критерия пока не она. А птицы не социальные, не настолько социальные, как люди, которые живут группами, в которых важны отношения. Им уже были не клыки важны и когти как к кошачьим, а именно отношения. Потому что бананы были у всех, но бананы доставались группе тому, кто был более хитер и отношения выстраивал. Ну это, да, может много чего привести, кто это. Вы как бы не даете критерия, то есть есть обезьяны, которые живут группами, есть волки, которые живут прайдами этими самыми, есть масса животных, которые живут племенами. И птицы летают стаями. То есть в данном случае вы не даете ни одного критерия, почему вдруг у человека сознание развилось, а множество других животных видов нет. Нет, конечно, потому что до этого они должны были еще быть предположены и готовы все остальные когнитивные зоны для того, чтобы формировать вокализацию и образы. Шимпанзе отличаются очень большой хорошей памятью. У них великолепная визуальная память. Она гораздо больше, чем у волков, которых очень много отнесено не на визуальное, а на обоняние. Они гораздо больше обладают памятью, чем птицы, поэтому они были просто подготовлены к большему возможности запоминания знаков, в том числе сопоставления голосового знака с визуальным. В этом смысле у них способности гораздо зори, как раз об этом много пишут, а в этом смысле у них гораздо больше способностей были для создания комплексов. Не все животные способны к межмодальным комплексам в высоком уровне. Я слышу вас, но по-прежнему мне кажется, как бы человеческий вид отличается существенно, и мы сейчас это видим на земле, то есть он очень сильно отличается от животных, вот там, сознанием, мышлением, неважно чем, а вы не даете ни одного четкого критерия, то есть все, что вы говорите, это расплывчатые, ну, шимпанзе, что сейчас было сказано, больше памяти, ну, это количественные критерии, да, а реальный результат-то, вот, появление сознания, соответственно, всего социума, который мы видим, это существенная разница, которая, если вы уж такую теорию вводите, то как бы она, с моей точки зрения, должна быть обеспечена каким-то четким критерием, который у людей есть, а у животных нет, и вы сейчас пока этого критерия не даете. в эволюции. Нет, в эволюции нет таких эмержентных скачков неожиданных. Вот мы же видим эмержентный скачок. В эволюции это мы видим на расстоянии, это расстояние где-то в 3 миллиона лет. Какая разница, мы видим эмержентный скачок, в данном случае человек... За счет культуры, но вот смотрите, этот скачок возник, речь начала возникать очень давно, а скачок возник только, когда появилась уже, скажем так, грамматически оформленная речь, где-то там 100 тысяч лет назад, когда гильдеберийский человек появился, ну и карманерница уже к тому времени, скорее всего, по разной пока версии. То есть качественный скачок произошел не так давно, да, но он очень долго подготавливался, он очень долго формировался за счет вокализации, речь. Самое главное отличие, если вы говорите четкие критерии, это речь. Ну, речь обладают и другие там дельфины. Не обладает речь, это не речь, это СКЖ, это сигнальные, там Сурков много изучали по этому поводу, это сигнальные знаки, они даже некоторой грамматикой могут обладать там примитивной, но они не могут ей управлять. Тогда дайте критерии речи четкие, что значит не могут управлять? Речь грамматически членораздельная речь и грамматическая. речь это то, чем человек может управлять, менять и создавать ее, создавать по какой-то ситуации заново, ни разу не говоря ее раньше. Ну, Соловей поет песню-то тоже. Он поет выученную песню и одну и ту же всю жизнь. Это правда. Александр, а правильно я понимаю, что вы допускаете, что через 100 тысяч лет соловьи, может быть, тоже станут обладать сознанием? Вполне, конечно. По этой, ну, вы говорите, мало миллионов. Пару миллионов, пару миллионов, тем более врановые вообще подают очень большую надежду, я вам скажу. Кто? Вараны? Вороны. Врановые, врановые, вороны, вороны всякие там. То есть, вокализация основной как бы пока вот такой потенциальный это то, что нас выделило, да, то, что нас выделило, через речь мы выделились из, у одного из таких мыслителей, Михаила Аркадьев, есть даже понятие лингвистическая катастрофа, которая произошла с нами. Там толстяная книжка по этому поводу иззнает. Но вот он даже называет это катастрофой, потому что мы отделились от мира, выделились от него и тем самым разрушили собственные, как он считает, сущности. Ну ладно, у меня вторая попытка задавания почти вопросов, которые на самом деле не вопросы, как меня разоблачили, но тем не менее. Значит, по поводу манизма, я там уже пыталась задать вопрос вашей проблеме сознание тела. вы обозвали манизм редукцией. С какой стати манизм редукцией, если ровно так же я могу дуализм ваш обозвать редукцией манизма? То есть, я могу считать, что сознание есть все и отсюда уже создать материю, как продукт сознания. Нет, представляемая мной теория тоже манизм, кстати говоря. Ну так, мы же с вами точно уточняли по ходу, вы все-таки к дуализму склонились относиться к проблему сознания тела. Нет, нет, я говорил, что сейчас проблема существует у дуалистов, у манистов ее, конечно, нет. Но манизмы, которые сейчас известны, они, я не к тому, что его как-то кого-то обвиняют или еще что-то, я говорю, я сам, в принципе, прихожу к манизму по одной простой причине. Нет манизмов, дуализмов и так далее. Есть объяснение. И объяснение может быть только связанным или не связанным, не способным. Если мы раздваиваем материю, мы создаем водораздел искусственно между ними и этим самым отказываемся от какого-либо объяснения. Вот это единственное мое мнение против дуализма. Он не нужен, потому что он ничего не объясняет, он просто создает водораздел. А манизм, который сейчас присутствует, там, Черчингов всяких или другой, он решает проблему, то есть приводит все к одному объяснению путем упрощения чего-либо. Там, отсутствуем сознанием или сознание иллюзия Деннета или еще каким-то образом. С этим я тоже не согласен, потому что упрощение не является решением, не может быть является, ни то, ни другое не является решением. Решением может быть, оно сейчас тоже у меня пока нет, потому что опять же мы упираемся в то самое моделирование, потому что всего лишь сейчас я пока похожу к тому, что моделирование это две разных модели и между ними существует объясненный разрыв. И этот разрыв пока не преодолен, нет обобщающей теории, единой аксиматической теории, которая может объяснить и то, и другое, все может объяснить. Есть, например, теория нейтрального монизма, которая пытается интегрировать и то, и другое, при этом не редуцируя ничего. Вы считаете это успешно? Дело не в успехе, я просто говорю пока вот в этом вопросе дискуссионном о том, что монизм не обязательно редукция. Да, нет, конечно, я поэтому сказал, что я сам отношусь в свое решение к монизму, потому что я пытаюсь найти единое решение. Все субъективно, это же монизм тоже. Да, субъективный идеализм, например, это монизм, но это не обязательно редукция. Да, 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 тогда полностью с вами согласен. Отлично. Значит, третий вопрос, он тоже не совсем вопрос, но тем менее, ну, почти вопрос. Значит, мне показалось очень немножко неудобным, как бы, я в этой, скажем, тусовке сознания изучающих давно, но как-то у вас... Но без результата. Ну, да. Без результата. Значит, язык какой-то, ну, что ли, во-первых, никакой, и во-вторых, никакой. В общем, подозрительно. Кажется, что вы занимаетесь искусственным интеллектом. Вот, вот. Да, да, уж точно. Сейчас я как-то раскрою. То есть, вы не к советской, так сказать, психологии, вы не назвали проблем сознания тела психофизической проблемой, например. Ну, много названий там, да. Не назвали ее трудной проблемой. То есть, вы ее просто обозвали сознанием тела, да еще и добавили туда эксплунатори ГЭП, назвали объяснительным разрывом, что, не знаю, русскоязычный человек не поймет, а такой, как я, вынужден переводить с русского на английский, вот, чтобы понять. Нет, да, вопрос в чем. У меня вопрос, откуда ваш этот язык? Он, типа, чисто ваш индивидуальный или все-таки есть какая-то тусовка, которая вот так вот... У меня гипотеза, от мамы. Она не занималась такими вопросами, на свободной такой экспредитации. Татьяна, здесь ответ достаточно простой. Это просто мой выбор из тех вариантов, которые я знаю, и все. А знаю я все эти варианты, трудную проблему, мало того, я с Чаломирсом лично встречался и обсуждал эту проблему с ним, даже, чтобы вы понимали, что я не стоит тусовки. Ну да, но что вы ее тогда, если бы по Чалунарсу, не назовете трудной проблемой? Не трудная это. Это именно сознание тела. Потому что это проблема нетрудности света там... У меня первая статья была в 2012 году. Свет мозга или простое объяснение трудной проблемы сознания. И сейчас я уже понимаю, что здесь трудность... Свет мозга здесь ни при чем. Как возникает цвет мозга, да, по Чалунарсу? Здесь проблема в том, что мы мыслим сознание и мыслим тело. В этом смысле это понимание расходится. Понимание одного и понимание другого. Между ними существует проблема, между двумя этими концепциями. Поэтому вопрос сознания и тела для меня более понятный. Психофизическое тоже не туда немножко клонит. Можно было... Потому что физики здесь нету. Я именно тело. Здесь очень важно для меня. Потому что вообще у меня очень много сейчас телесной воплощенности, знаете, вообще тренды и так далее. И я тоже много объясняю через телесную воплощенность, математику там. Вот мой доклад был в МГУ в феврале по этому поводу. И... Тоже очень интересная тема. Но это именно телес... Здесь тело, телесность очень важна, скажу так. То есть, условно говоря, нормальную проблему Чарльморса, а также Декарта, а также психофизическую проблему советских психологов, суть которой является в том, что они не могут объяснить, как связано функционирование тела с сознанием, вы переиначиваете и говорите о том, что вы не можете просто объяснить этого. Нет, я как раз могу. В смысле, я говорю, что проблема именно в объяснении, да? В неправильном объяснении. Они говорят, что они не понимают, как связано. Потому что они заранее разделяют их. Да, это я думаю. Они изначально разделяют и сразу же начинают, как и Васильев, объяснять, пытаться разными кузальными хитростями логическими, а как же это могло бы быть связано там эпифеноменально или еще как-нибудь, да? Смотрите, это я как раз понимаю. А я говорю, а я возвращаюсь немножко нашат назад. Ну, тогда проблемы нет. То есть, если вы являетесь манистом и понимаете, что проблема возникает только в средстве дуализма, тогда ее, как бы, для вас-то не должно быть. Ее, как бы, нет. я бы и не уступал, если бы ее для меня не было. Она есть, я не, моя цель не сказать, что ее нет или она есть. Можно сказать, успокоиться? Нет. Моя задача объяснить, почему она есть. Я сделал на этом акценте. она есть вследствие дуализма, вроде бы. Вы что? Нет, 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 нет. Я же сказал, почему она есть. Я это и объясняю. В статье, наверное, надо отдельно посвятить, может быть, тему и полностью презентацию, а не так, в конце два слайда. Потому что в своих двух статьях, которые у меня там на Академии есть, я объясняю причины возникновения я, проблемы сознания тела. Почему мы отдельно как-то определяем сознание, отдельно тело, и между ними пытаемся установить связь. Хотя связь установить между ними, бессмысленно. Я не поняла. Гена еще спросила. Есть проблема или нет проблема-то и какая она? Для вас. Проблема объяснительная чисто. Чисто объяснительная проблема. Это разные модели, которые имеют разную аксиоматику. И они, это объяснительный разрыв, если говорить. А если психофизическая проблема, то ее просто нет, потому что мы просто переходим от осознания яблока к осознанию своего видения яблока, и вот именно в этот момент мы пересекаем антологии целые. С вашей точки зрения, в чем, собственно, проблема? Неправильно объясни. Их две, я вот начал с этого. Да хоть одну, но назовите, какую-нибудь проблему-то. В чем проблема? Первая. Первая проблема – это искусственное разделение на субъективное и объективное. Это первая проблема. а проблема в чем здесь? Проблема в разделении самом. Ну, а какая проблема, если я сам… Из-за того, что мы разделяем, возника… Из-за того, что мы их разделяем, хотя это и то, и другое субъективное. Из-за того, что мы разделяем, мы начинаем говорить о проблеме, что вот это тело, а вот это мое осознание тела. И оно никак не связано. Как мое сознание связано с телом? Правильно я понял, что… Александр, проблема в том, что это деление происходит априори. Да, до того. До того. Это исходный постулат. Поэтому преодолеть этот разрыв никакая теория, никакое объяснение потенциально не может. Да, да. Вот мы много об этом спорили с коллегами из Центра изучения сознания. Они вот даже не могут просто принять настолько сильно вот это предубеждение, что мир разделен, что они не могут принять, знают все школы феноменализма и все остальное, что можно вообще-то не делить. Ну, тогда опять у вас-то проблемы нет, проблемы есть у них. У меня, я не говорю, что у меня есть проблемы. Как, мы только что сейчас, последние пять минут, вы говорите, нет, проблемы есть. Даже не я. Проблема-то не у меня, а у них. Если вы... Проблема-то не у меня, а у них. Ну, грубо говоря, да. Даже когда сводят, они сводят все к одному, к одной материи, они... А у них тогда у меня вопрос снят, если у них. Про них я сама все знаю. Все, тогда замолчи. Да, да, да. У меня-то проблем нет. Я как раз ее объясняю, почему она у них возникает. Я объясняю, почему она у них возникает, да. Да. Значит, у меня последний вопрос к вам, надеюсь, последний. Значит, к рекурсии... Неси ты в столе, там ничего стреляется. Да. Вопрос по поводу рекурсии. Я тоже, как бы, с моим бывшим матобразованием читала те книжки все про рекурсию, на которых все эти математики заморачиваются. Вот. А последние пару дней я тут читаю книжки по дзен. И... С ума сошла. Да. Ну вот, не каждый... Это мой, собственно, вопрос. Он по поводу, по-моему, вашего ответа к Антону. Что вот рекурсии, поэтому мы не можем ответить, что в чем, потому что вот бесконечная рекурсия. Поэтому мы не будем этим заморачиваться. А может, это просто ваше узкое математическое восприятие, потому что вы рекурсируете до бесконечности и пугаетесь. На самом-то деле это механическая рекурсия так происходит. А сознание, может быть, делает один шаг рекурсивный. И дальше оказывается природа Будды, в котором, собственно, эта рекурсия делает один рекурсивный шаг. А вы в страхе... Да, в страхе рекурсии останавливаетесь. Зинь, да. Зинь, да. То есть, если я оглянусь, посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, оглянулась, то дзинь, и я понимаю, что она оглянулась, все хорошо, дальше мне рекурсивно двигаться незачем. То есть, троекратное повторение. И у меня, мне кажется, сложилось устойчивое представление о том, что вот мучаются Чалмерс, бедные, струдные проблемы, психофизические проблемы, только потому, что описывают мир как дихотомическое пространство. Сознание или материя. Да. И то и другое расположено в чем-то третьем. Вот. И вот это третье прекрасно интегрирует и сознание, и материю. Мы не учитываем третье, и поэтому мучаемся с трудной проблемой. А что это третье? Ну, все. Мир, Бог, Вселенная. Все. Вот. И эту Вселенную можно описать посредством как минимум двух постулатов с сознания и материи. И дальше мы порождаем описание. Все. Отступив. Отступив от всего. Вот. И теряем это все, и связь не можем объяснить, потому что мы ушли от всего к этим двум компонентам. Вот. Здесь я полностью соглашусь. мне кажется, что наши мысли здесь полностью сходятся. Потому что буквально для того, чтобы решить, надо просто отступить на шаг. Все. Вдруг мы так решили, что мир разделен. Самое забавное оказывается другое, что они, когда пытаются все-таки перевести его к одному миру, они почему-то его сводят к объективному, а не субъективному. Но мой вопрос, там конкретно Антона Кузнецова есть в центре в этом. Я знаю. Антона Кузнецова, Антона Кузнецова. Ну, хорошо, да. Я знаю, Антона, да. Он говорит, ну, а как же, как же, а к субъективному смысл сводить? Оно же вообще только у меня есть и никому не интересно. Вот и весь аргумент другого не добился. А вот тут-то вот, видимо, у тебя не хватило следующего аргумента, что я это и есть репрезентация сознания в конкретно мне. То есть, это сознание. Я, это сознание. Синонимы. Да, безусловно. Нет, это я ему тоже говорил. Нет, он просто вот не принимает аргумент. Он все разрешает. Не принимает аргумент. Хотя лекции его по сознанию очень хорошие. Татьяне хотел сказать, вот эти мысли, которые вы сейчас говорите, я года полтора назад приезжал в Петербург к Александру Березину. Тоже очень такой, знаете, может, такой буддист очень сильный, философ. Вот я вам советую посмотреть, почитать его, потому что он очень хорошо об этом как раз говорит, о связи. Откуда приезжал? Из Америки. Он в Нью-Йорке преподает, профессор. Я потом могу скинуть ссылку. Великолепно он об этом говорит. И самое интересное, что он очень хорошо показывает, что буддизм ближе всего сейчас к вот этой точке зрения, о которой я говорю, и дает очень многие новые ракурсы на все это, чем любая какая-то там материстическая теория. Мне очень трудно в этом смысле разговаривать со многими, потому что я вроде материалист по образованию, физик, наш СПБГУ, ЛГУ еще тогда, ну и нейрофизиология, когнитивная психология, все это к материальным относится. Но я хорошо понимаю, что говорить можно только о своем феноменале и при этом не быть селепсистом, кстати говоря. а в буддизме я ни в коем случае себя не считаю вообще знатоком, я еще плохо это знаю. Но по крайней мере те интуиции, которые у меня сейчас есть, это относительно того, что я знаю того же Березина, читал потом его очень близко, очень близко к этому феноменализму. Феноменализму. Это просто тезис, более чем такое. Мы согласны, потому что мы частично входим в светскую буддийскую общину врата широкого пути спасения всех живых существ буддизма Махаяны, Нагарджуны. Так что немножко знакомы с этим. Я видел, да, но еще не успел прочитать, потом уже немножко отдельно вникну уже. Наталья мне, надеюсь, поможет понять. Куда смотреть? Правильно. Спасибо. Может быть, у вас вопросы какие-то еще к нам? Или предложения, замечания, советы, приглашения в ресторан? Что-нибудь еще? Кто-то, у кого-то еще, по-моему, Антону рука была. Антон, ты уже передумал? Нет, есть Антон рука. Да, там можно Антона открыть. Слушаем тебя, Антон. Ну, у меня такие, скорее, заключительные вопросы относительно личного отношения к этой тематике. Потому что дальше ты идешь в заключение? Ну, дальше идем в ресторан. Он уже губу раскатал. Слушай, за счет докладчиков, да, я понимаю. Как я понял, что из доклада, что собственно вопрос сознания, он очень далек от разрешения, потому что сознание базируется на речи, а речь базируется на мышлении, на моделях. И все эти темы, они как бы очень далеко от реализации покадали. Ну, и поэтому такой вот вопрос, каков ваш интерес в этой тематике? Вы разрабатываете чат-роботов, а чат-роботы, они же лежат очень далеко в своей нормальной реализации, поэтому вот что вас движет к этому исследованию? То есть у вас какая-то практическая задача или общефилософский такой взгляд на мир? Общефилософский. Праздный интерес практически. Ну, я говорил, это, это, просто личный интерес, личное побуждение, конечно, во многом, но я как бы и профессию выбирал ближе к тому, что позволяет об этом думать, и это действительно так, например, сейчас, если так говорить практически, мы занимаемся, ну, я работаю управляющим целой группы РНД такой, исследовательской, в федеральной компании, крупной, достаточно, и там мы исследуем, даже не поверить, там огромный каталог, полтора миллиона позиций, товаров всяких, и мы просто занимаемся поиском, вот поиск, нерешенные проблемы, поиск, то же поиск по словам, вы знаете, это, ну, как бы тупик тому же, а вот человек ищет, ему даешь название клиента, и он быстренько находит то, как это называется у нас в базе, называется по-разному, повторяемость, там 23% сейчас насчитывается максимум запросов, как так, а человек быстро находит, и вот то, как человек даже находит, это как раз способ мышления и есть, мы это делаем как раз в диалоговом режиме, то есть, как бы машина автоматически переспрашивает, уточняет у человека, о чем он хотел спросить, уточняет некоторые слова, или спрашивает недостающие слова в запросе, и тем самым позволяет ему находить позицию, и вот такая достаточно практическая вещь, поняли сейчас, да, о чем я говорю, очень практическая вещь, потому что поиск в базах, вы знаете, что это такое, наверное, беда, клиенты не хотят сами искать, приходится держать, у нас сейчас 2,5 тысячи продавцов, которые просто называются педалят прайсы, такое есть выражение у нас, занимаются набиванием вот этих позиций клиентов, и моя задача уволить этих 2,5 тысячи человек, вот за что меня держат, и это сходится, это сходится, кстати, немало платит, и это сходится с тем интересом, о котором я сейчас сказал, когнитивные схемы, все остальное, именно из этого пошел к Черниговской когда-то, ну да, 12 лет назад, больше даже уже, и стал задать ее вопросы, а как? Ну, она сразу же не послала, мы стали разбираться, вот, вот, вот интерес, вот если так коротко, но все остальное праздное, а сознание, это уже сверху, я говорил, это уже праздное, понятно, спасибо, Ирина хочет задать вопрос, подожди, Антон, ты все? Да, я все, спасибо, спасибо, Ирина, я хочу сказать спасибо клубу, потому что я тоже по обстоятельствам времени выхожу, и задать все-таки последний вопрос уважаемому автору, скажите, а если вот этот весь образ, сознание и так дальше, это дальние горизонты, моделирование и всякое такое, а если обратиться к тому, как я поняла, как вы определяли, ну, такую базовую точку разделения сигнальной речи, ну, как у Выгодского, и мыслительной речи, ну, собственно, сознание, это самое, и вы тогда сообщили, что появление грамматики, ну, как бы, это, вот эта точка, на которой глобальный переход происходит, но про локализацию я сейчас не могу, я понимаю, когда Вы говорите локализацию, что это локализация в мозге, ну, то есть, в этом смысле, в Ваших нейронных сетях, скажите, а если двигаться не в сторону вот образа, а в сторону, ну, какой-то вот базовой грамматики, ну, для искусственного интеллекта, Вы считаете, ну, то бишь языка, Вы считаете это перспективным? Ну, Вы как человек, который и увлечения имеет, и дело тоже. Ну, вот я сейчас сказал, что я как раз этим и занимаюсь, я не занимаюсь нейронными сетями, которые становят образ, вообще. Там сверточные сети победили все, и больше там даже достичь, сейчас нереально уже, последние пару лет, даже подвижек никаких особых нет. А вот задача речевых технологий, она открытая до сих пор, она до сих пор не решена. Ее пытаются именно при помощи тех же нейронных сетей, которые хорошо расправляются с образами, распространением образов, приметить к речи, и получается это очень плохо. Вот, поэтому естественно, что то, что я сказал, сейчас в философии и математике занимаюсь именно из-за этого, оно связано с тем, что через речь как раз можно продвинуться дальше. И здесь очень важный момент, что вот как раз вы говорите, в время речевого взрыва проявляется именно грамматическая речь. Да, грамматическая, да? Да, до этого холофраза, а вот там взрыв просто, как называют, глаголы появляются все именно в большей степени тогда именно в грамматической речи. И вот что это за переход, он как раз хороший очень вопрос, который может быть в центре всей этой проблематики. И там, кстати говоря, присутствует я. Вот я приводил известного лингвиста очень, Якобсона, да? Якобсона, как правильно цитировал роман? Я говорю Якобсона. Якобсона, да, извините, неправильно. Вот, он очень точно выразил, что там шифтер я играет именно как шифтер. Играет очень серьезную роль. У бенилиста по этому поводу очень много есть важного, интересного. У Гальперина ориентировочная реакция, она тоже ведь относительно ориентировочного поведения вообще, относительно самого себя. И там тоже он в собственном своем действии выходит на, в итоге, сейчас выкопал, выходит на субъект, по крайней мере, действия. И мое рассуждение сознания здесь где-то могут дойти встыковку с решением, могут вывести на решение, я надеюсь. Но пока его нет. Последний вопрос, коллега, коллега, последний вопрос. А почему вы свое размышление про грамматику, вернее, что это значит, что вы различаете свое рассуждение про грамматику, я просто очень люблю об истолковании Аристотеля. Вы начинаете сразу с я. Вы сразу с я начинаете. Может быть, в силу того, как вы это изъясняете, первым формируется глагол, даже несуществительное. Но мы сейчас почти это самое, почти фаусом пытались. Да, может быть. Здесь возникают споры, потому что такой глагол еще возникает спора, потому что глагол те же пираха, знаете, такой премии, у них нет личного местоимения, а есть глагол. Ну, по крайней того, что мы бы назвали глаголами европейской культуры, что у них это тоже не факт, потому что взять такие бушменские языки, там вроде бы и глаголов-то нет. Там просто слово «быть» рядом, стоящее с существительным, уже делать его глагол. Грубо, так если говорить. Поэтому здесь надо очень аккуратно и очень тонко вести рассуждение, чтобы случайно оказаться где-то не там. Я бы так ответил пока вот. У меня точных ответов нет. То, что глагол может быть раньше, чем я, это точно. Очень может быть, что люди сначала научились обозначать действия, хотя это не совсем глагол были в нашем понимании. Вот в чем дело. Действия, потому что это было изменение, они реагировали на действие, на появление чего-либо. Не на банан, а банан упал. Тогда они реагировали, что банан. Но это тоже теория, хоть того, что она вроде бы не сильно подтверждается. Но есть в книге последнее происхождение языка у Светланы Бурлак все варианты перечислены. такая умница, она собрала просто все, что сейчас есть по этому поводу. Спасибо большое. Я с вашего позволения прощаюсь, выхожу. Огромное спасибо за хорошие вопросы. Надеюсь, запись пересмотрю еще их. Да, до свидания. Кто-то что-то еще хочет от автора? Нет, ссылочки на статьи в Академии так. Ну, наверное, можно... Они на русском языке? На русском. Да, на русском. Тогда это формальное завершение. Торжественно благодарить. Спасибо большое. Целую, обнимаю. Да, спасибо за приглашение, Наталья. Лично спасибо, потому что для меня это было несколько неожиданным. Я никогда еще не докладывал такие темы так публично как-то, хотя просто только докладывал отдельные какие-то тонкие, ну, там, нюансы в университете в основном. А вы так глобально расскажи вообще о сознании. Это очень хорошо. Спасибо. И мне пришлось собраться из этих очень статей сделать краткий обзор всего сразу же. Не знаю, как получилось, но надеюсь, что я смогу еще поучаствовать хотя бы в качестве зрителя в ваших клубах, поэтому буду рад приглашению. А от приглашения еще какой-нибудь доклад сделать о мышлении или еще что-нибудь? Да, о мышлении очень бы хотелось послушать. Вы готовы не отказаться? Готов не отказаться, но пока не готов его сделать. Наверное, так скажу. Почему? Потому что я сейчас вот как раз хорошо подготовилась к этой в инстуке и заказания РАН, конференция будет в ноябре, как раз со смыслами. Будет, наверное, вам интересно. Немножко не с мышлением, а со смыслами. Питерский или какой? Нет, московский, московский ваш. Не Ильи питерский, Ильи, а Ильи, который институт языкознания РАН. Там конференция 12-14-го. Как раз язык и искусственный интеллект, прямо просто мое. И основная, вот, кстати, большая проблема искусственного интеллекта это смысл. Стихи пишут прекрасно, очень красивые стихи, совершенно бессмысленные. Картины рисуют в стиле, или тексты пишут в стиле Толстого, но совершенно бессмысленные. Смысл в искусственном интеллекте отсутствует, потому что он не знает, как его задать. Так, еще Пенроуз сказал, что нету смысла у искусственного интеллекта и быть не может. Он не компьютешнл. Я, это Пенроуз, я с ним совершенно не согласен, поэтому можем тут поспорить. Я попробую, я попробую его как раз частично на конференции опровергнуть. И где-то в это время можно будет об этом поговорить, или до, или после конференции. Тема смыслов нас очень тоже интересует, мы часто к ней приходим, так что, если про смысл вам удастся подготовить для нас что-то, будет тоже очень хорошо. Да, но вот я сразу скажу, что я пытаюсь его в техническом, даже в некотором психологическом, техническом аспекте решить. Будет ли вам это интересно, ну, смотрите сами. Ну, мы это расширим немножко, и все. Да, вот так думаю. А про мышление, про мышление, здесь есть доклад, который я делал в феврале в МГУ, про, скажем так, априорные формы мышления, о математическом счете, о возникновении. Это по выгодску, как раз там, по галперии. Вот. Но это именно счет. И как там возникает, как это связано с нейронными сетями, что в нейронных сетях, когда там делают эксперименты статистические, все это повторяется очень интересным образом. Но это пока очень узко. Очень технически. Мне кажется, может быть, вам пока еще не интересно. Но я двигаюсь в этом теме, и когда вам будет что-то сказать существенное, то штамм существенный, это вот как раз способ моделирования. И он двухкомпонентен уже, априори, известно мне это, что он двухкомпонентен, потому что у нас есть как нейронные решетки обнаружили, нейронное место. Оказывается, это не случайно. Вот в гиппокампе, если вы знаете. И таким образом мы строим пространственную картину по двум решеткам, грубо говоря. Оказывается, в общем, грамматика в синтаксе и семантике тоже двухкомпонентная, это тоже не случайно. И в общем, здесь некоторая интуиция уже нащупывается и может быть очень интересно. То есть мы при помощи соединения двух систем выстраиваем какое-то представление о мире вокруг. И логика, мышление все наши построены вот в этом направлении. Но сыро, пока очень сыро, пока я не возьмусь доложить по этому поводу. Отлично, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Следующим темам перейдем тогда. Огромное спасибо. Я тогда выхожу. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Да, спасибо, Александр Ильич. Спасибо. Какой-нибудь им дадим последнее слово? Хочешь, спасибо. Окей. Значит, мы хотим пойти пить чай. Да, я выхожу. Все, спасибо, я тоже очень хочу чай. Спасибо. Спасибо вам. Буду мысленно пить его с вами. Хорошо. Антон, Полина, выскажите ваше мнение о произошедшем. Ну, интересно было послушать мнение специалиста к искусственному интеллекту. А ты что-то для себя особенно пометил, Антон? Ну, единственную важную вещь, которую я для себя отметил, это то, что докладчик считает построение моделей одной из важных, одним из важных шагов в продвижении искусственного интеллекта, в улучшении искусственного интеллекта. и это как бы меня порадовало, что совпадает с моим пониманием, потому что я тоже считаю, что следующим шагом должно быть именно построение моделей, понятие, что такое модель и как ее формализовать. Круто, спасибо. Полина? Полин? Да, ну, мне было так, после большого перерыва очень сложно сначала слушать презентацию с такой большой академической базой, в которой я совсем не Копенгаген, вот, а потом беседа, обсуждения, скорее, как камертон позволила вернуться, думать опять, это, наверное, структурировать свои мысли, я уже начала это применять немножечко к своим мыслям, вот, это было интересно, вот, ну, скорее тема искусственного интеллекта для меня не так близка, но интересно, где она такой, вот, я слышу много мнений, вспоминая предыдущие беседы, мнение автора, что она, так сказать, очень далека от успехов, но такое, новое для меня. Ок, спасибо. А что-то кто-то еще кому-то хочет сказать? Нет? Ну все, мы тогда с вами пока прощаемся. Счастливо, пока. Если что, запись будет в Патреоне.